здравствуйте уважаемые коллеги мы начинаем работу нашей ежегодной конференции по суицидологии это уже восьмая конференция посвященная актуальным проблемам вызовом и современным решением в серьезной и глубокой проблематике суицидов суицидального поведения причины факторов которые к ним приводит мы проводим эту конференцию совместно ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и северо-западного государственного медицинского университета имени мечников также мы благодарим наших постоянных участников профессоров и преподавателей различных вузов и организаций и конечно мы благодарим всех кто присоединился и сейчас к участию в прямом эфире и к просмотру видеозаписи этой конференции ежегодно на этой конференции мы стараемся разобрать и только теоретические аспекты эпидемиологию факторы которые влияют на развитие депрессии и других причин суицидального поведения но и на практические рекомендации методики технологии которые помогают справляться и с причинами и с состояниями ассоциированными суицидальным поведением поэтому сегодня мы постараемся также следуя традиции делить внимание и теории и методологии работы с такой проблемой и практическим рекомендацией в том числе уже традиционно участие в конференции примет наш зарубежный гость леона лавердова которая в завершающей части конференции будет участвовать в сессии вопрос ответ где вы уважаемые участники можете заранее сформулировать интересующие вас вопросы для того чтобы получить ответ от специалиста работающего в американском фонде о превенции суицидов опытный коллега который уже много лет работать волонтером в этой организации она ведет группы поддержки для родственников и близких друзей тех людей которые совершили совершенный суицид ушли из жизни и вот состояние этой группы риска у которой кратно выше шансы тоже иметь проблемы с суицидальным поведением вот работа с такими людьми с такой группы риска достаточно тяжелая сложная трудоемкая и своим богатым опытом может поделиться с вами лиана леонидовна как вы знаете ли она леонидовна выпустила уже несколько книг по этой тематике одну из последних книг также активное участие в ее выходе выпуске совместно с издательством питер приняла ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии и во время такого прямого эфира леонидовна из нью-йорка выйдет на связь и поделится как и на прошлых конференциях такими актуальными и задачами и проблемами и одновременно решениями которые много лет собирает и разрабатывает американский фонд превенции суицидов очень много интересных решений которыми делилась и на прошлых конференциях лиана леонидовна и сегодня мы решили что будет полезным накопить самые актуальные вопросы для того чтобы лиана леонидовна могла дать ответы могла дать какие-то комментарии той проблематике тем сложностям и вплоть до технических сложностей которые возникают у специалистов помогающих профессии в сфере ментального здоровья при контактах с родственниками людей совершивших суицид при контактах с самими суицидальными пациентами клиентами поэтому пишите свои вопросы в чат с пометкой сессия вопрос-ответ и мы в завершение в финальной части нашей конференции сможем использовать эти вопросы для того чтобы задать их леоне леонидовне и вы могли бы получить на них исчерпывающие ответы итак коллеги давайте приступим сейчас будет доклад профессора наталья николаевна петровой доктор медицинских наук заведующего кафедры психиатрии наркологии санкт-петербургского государственного университета доклад посвящен проблеме суицида и называется депрессия суицид и антидепрессивная терапия так уважаемые коллеги передаю слово наталья николаевна для ее доклада добрый день уважаемые коллеги мое сообщение посвящено проблеме суицидального поведения депрессии и антидепрессивной терапии но прежде всего мне хотелось бы подчеркнуть что по данным восса в настоящее время во всем мире насчитывается более 300 миллионов больных депрессии и уровень депрессии растет так например с 90 до 2017 года число пациентов увеличилось примерно на 50 процентов смертность остается высокой растет число коморбидных психическими соматоневрологическими заболеваниями случае депрессии и не вызывает сомнения взаимосвязь депрессии и суицидального риска надо сказать что особенно в последние годы чрезвычайно актуальной стала проблема суицидального поведения лиц подросткового юношеского возраста и это несомненно связано с наличием депрессии в этом возрасте так например по данным восс буквально за 2020 год депрессия занимает четвертое место в мире среди ведущих причин заболеваемости инвалидности возрасте 15-19 лет широко распространено самоповреждающее поведение которое рассматривается как фактор риска суицида и самоубийство в настоящее время занимает третье место среди причин смертности вот как раз таком подростково-юношеском возрасте надо сказать что особую проблему представляет собой суицидальное поведение в странах с низким или средним уровнем дохода и к сожалению более 90 процентов случаев самоубийств в возрасте 15-19 лет происходит именно в таких странах я привожу здесь в качестве иллюстрацию данные воз которые показывают соотношение смертей вследствие самоубийства зависимости от пола в подростковом и юношеском возрасте вы видите насколько потрясающие эти показатели надо сказать что суицидальное поведение в принципе ассоциировано со всеми психическими расстройствами не только с депрессией исключением является выраженная деменция и умственная отсталость и уровень суицидов среди пациентов с тяжелыми психическими расстройствами существенно превышает общепопуляционные показатели по некоторым данным даже в пять раз если говорить о суицидальном поведении пациентов шизофрении а я буду говорить об этом именно в разрезе депрессии при шизофрении то в целом суицид рассматривается как одна из главных причин преждевременной смерти при расстройстве шизофренического спектра и вообще в целом для этих пациентов отмечен высокий риск суицидальных попыток и говорят о том что особое внимание мы должны уделять пациентам на ранних этапах развития шизофрении у пациентов с первым эпизодом суицидные попытки рассматриваются как значимый фактор риска преждевременной смерти именно депрессивная симптоматика коррелирует с повышенным уровнем суицидальности у больных шизофрении и надо сказать что суицидные попытки совершенные пациентами с депрессией при шизофрении имеют очень много общих характеристик суицидом у пациентов с непсихотическими расстройствами что говорит о возможности совершения таких суицидов по психологическим механизмам но есть также точка зрения что депрессия и суицид именно на ранних этапах шизофрении при первом эпизоде в дебюте шизофрении это следствие возможно сверхценных идей отношения связаны со стигматизацией болезни и в целом говорят о том что конечно же вот минимизация риска суицида у пациентов с первым эпизодом недавно болеющих это актуальная задача современной психиатрии надо сказать что суицид может наблюдаться у пациентов с первым эпизодом не только на этапе острого течения заболевания но и в период ремиссии особенно качество такого опасного периода рассматривается первый следующий за выпиской год и по нашим данным пассивные суицидные мысли у пациентов с депрессией при шизофрении в ремиссии заболевания наблюдались примерно 27 процентов случаев надо сказать к сожалению они оставались без должного внимания лечащих врачей следующий момент который бы мне хотелось подчеркнуть это связь суицидального поведения с биполярной депрессией и высокий суицидальный риск на протяжении жизни наблюдается примерно в равном числе случаев при виполярном расстройстве 1 и 2 типа и этот показатель превышает 30 процентов случаев надо сказать что суицидальный риск связанный с биполярной депрессией особенно высок в первые два года течение заболевания первый год после госпитализации что в какой-то степени роднит вот эти показатели с таковыми для больных с депрессией в туполе шизофрении следует отметить что особой группой риска является пациентами биполярной депрессии с ранним началом заболевания при наличии коморбидной зависимости от тех активных веществ и при наследственной отягощенности биполярным эффективным расстройством важным фактором суицидального поведения считается импульсивность причем импульсивные суициды составляют до половины всех случаев суицидов и они носят особый характер могут совершаться любым способом вытекающим из семиминутной ситуации они непредсказуемы склонны к повторению и надо сказать что именно и вот импульсивная агрессия это такой ключевой психологический фактор риска суицида у лиц молодого возраста надо сказать что в принципе суицидальное поведение развивается под влиянием комплекса биологических и психосоциальных факторов включая вот индивидуально личностные характеристики такие как повышенная импульсивность фактора среды например фактор воспитания экономического положения это несомненно нейробиологические генетически обусловленные характеристики метаболические особенности и в связи с этим актуальным стало в последние годы выявление биомаркеров суицидального поведения которые могли бы предсказать риск совершения суицида и могли бы стать дополнительными критериями при решении вопросов о необходимости госпитализации или для начала фармакотерапии надо сказать что когда обсуждают биомаркеры суицидального поведения говорят о том что конечно же они должны измеряться неинвазивно поэтому наибольшее внимание уделяется тем характеристикам которые могут быть определены в периферических тканях и здесь конечно же преимущество имеет биохимические показатели надо сказать что очень много зарубежных публикаций посвящено сегодня кальцидиолу и в частности есть публикации которые говорят о связи риска суицидального поведения с уровня витамина d и наше исследование также подтверждает что уровень кальцидиола коррелируется и степенью проработанности плана самоубийства и с выраженностью суицидальных тенденций в целом и надо сказать что есть уже зарубежные данные которые говорят о целесообразности и эффективности включения в комбинированную терапию депрессии наряду с антидепрессантами и витамина d надо сказать что еще одним направлением изучения потенциальных биомаркеров является исследование биохимических характеристик воспалительного процесса мы знаем сухроническое воспаление является важным патогенетическим звеном депрессии и мы видим что целый ряд характеристик связанных прежде всего с профилем цитокинов ассоциирован и с риском суицида и есть постмортальные исследования есть прижизненные исследования содержания цитокинов в крови в спинномозговой жидкости которые в общем очень убедительно показывают что похоже именно не провоспалительные цитокины имеют наибольшую перспективу с точки зрения биомаркеров риска суицида хочу обратить ваше внимание что работы последних лет свидетельствует о том что именно повышение уровня интерлекина 6 это наиболее часто выявляемый при суицидальной настроенности признак и уровень интерлекина 6 в три раза выше у пациентов с попыткой самоубийства по сравнению с контролем что позволяет рассматривать именно этот показатель как наиболее достоверно связанный с суицидальным риском если говорить о других показателях характеристиках которые можно рассматривать как критерии выделения групп риска совершения суицида а мы пытаемся подойти к вопросам превенции суицидального поведения то надо отметить что примерно 2 из 10 человек которые в дальнейшем совершали суицид контактировали в той или иной формы с системой психиатрической помощи еще больше суицидентов обращались перед суицидом в первичную медицинскую службу на наибольшей степени вот такие обращения характерны для женщин и частота таких обращений повышается с возрастом суицидентов это говорит о том что у нас должна быть настороженность на всех уровнях оказания психиатрической и в целом медицинской помощи в плане выявления риска суицидной попытки надо сказать что риск суицида заметно возрастал с увеличением количества вот таких консультаций в год который предшествовал самоубийству консультации врачей-интернистов прежде всего на что подчеркивает актуальность обучения врачей не психиатрических специальностей по вопросу диагностики риска суицида риск суицида ассоциирован с назначением нескольких психотропных препаратов с наличием нескольких психиатрических диагнозов и с определенным социальным неблагополучием не могу не отметить что в половине случаев среди тех кто погиб в результате самоубийства получали психотропные препараты но в любом случае число лекарственной терапии у лиц совершивших совершенный суицид в последнее время перед суицидным суицидом был высок надо сказать что наиболее часто выписываем препаратами были антидепрессанты и оксиолитические препараты снотворные препараты вот в предшествующий самоубийству год примерно 39 процентов суицидентов принимали ну или по крайней мере им были назначены это точнее антидепрессанты данные о связи суицидального поведения с приемом антидепрессантов в общем-то остаются на сегодняшний день противоречивыми и есть мнение что антидепрессанты могут быть ассоциированы с повышением риска суицида но на виду с этим есть и весьма убедительные данные что все-таки на антидепрессанты играют положительную роль снижая риск суицида хотя есть мнение что антидепрессивная терапия снижает риск суицида именно у пациентов старшего возраста в то время как у лиц молодого возраста напротив наблюдается повышение риска суицида на фоне антидепрессивной терапии надо сказать что в целом серьезные фармакоэпидемиологические исследования демонстрируют все-таки превентивный эффект антидепрессантов в плане суицидального поведения и в общем-то современные исследования работы 19 года говорит о том что все-таки риск нелеченной депрессии и связаны с этим суицида выше чем риск связан с лечением антидепрессантами и в общем то есть эпидемиологические данные которые отражают вот такую положительную роль антидепрессивной терапии в превенции суицида в частности вот работой последних лет не выявили связи суицидального поведения с приемом антидепрессантов по крайней мере не показана негативная роль антидепрессантов в формировании суицидального поведения но все-таки откуда же возникает вот такие мысли о том что антидепрессивная терапия может быть ассоциирована с повышением риска суицида хочу обратить ваше внимание что в работе 2017 года были выделены факторы риска возникновения суицидальных мыслей и даже попыток на фоне антидепрессивной терапии в частности таким фактором риска отнесли отсутствие терапевтического ответа неадекватный подбор дозировок вот начало терапии сразу с высоких антидепрессантов конечно же наверное недостаточное внимание клиницистов к таким указаниям на повышенный риск суицидов как наличие суицидальных попыток в анамнезе и сопутствующие употребление психоактивных вещей что само по себе как вы знаете облегчает суицидную попытку нужно обратить внимание на возможность применения антидепрессантов с целью самоотравления и мне хочется подчеркнуть что в настоящее время это работа 17 года каждое пятое самоотравление проводится с помощью антидепрессантов и антидепрессанты широко применяется как в рамках завершенных суицидов так и в рамках суицидных попыток хочу подчеркнуть что при попытках самоотравления достаточно часто 45 процентов случаев антидепрессанты применяется в рамках комплексного приема препаратов то есть применяется не только антидепрессанты но и другие препараты отечественное исследование на римана на кассимовы с авторами показала что среди антидепрессантов при самоотравлении чаще всего используются амитептерин что в общем не должно нас удивлять когда мы анализируем риск завершенного суицида с использованием антидепрессантов то мы должны учитывать конечно группу препаратов и вот когда мы говорим о все активных ингибетрах обратного захвата серотонина например есть работы которые говорят что удваивается риск суицида при лечении антидепрессантами этой группы и подчеркивается что повышенный риск самоубийства высок в первые две недели терапии этими антидепрессантами но есть и другие данные которые говорят о том что не выявляется повышение риска суицида у взрослых пациентов которые получают антидепрессанты группы СИОЗС это очень серьезный систематический обзор который был проведен в великобритании но когда мы оцениваем роль разных групп антидепрессантов с точки зрения их влияния на суицидальное поведение мы должны отталкиваться конечно и от риска фатальной токсичности и здесь я позволю себе вам напомнить о том что есть четко рассчитанные показатели риска фатальной токсичности что необходимо учитывать при назначении антидепрессантов пациентам с повышенным риском суицида в частности самый высокий показатель фатальной токсичности именно у трицеплических антидепрессантов позволю себе еще раз напомнить вам что именно импетерин чаще всего используются для суицидной попытки путем самоотравления на втором месте стоит венлофоксин на третьем мертозапин у антидепрессантов группы СИОЗС показатель невысокий в целом а вот среди антидепрессантов этой группы наибольший риск связанный с фатальной токсичностью обнаружен у циталопрама похожие данные мы видим по результатам исследований великобритании соединенных штатов америки единственное что данные соединенных штатов еще отмечают достаточно высокий риск у бупропиона но у нас нет этого препарата но в целом конечно есть пересечения по таким препаратам как трицеплические антидепрессанты венлофоксин и вот это лапрам среди СИОЗС с учетом того что при самоотравлении часто используется комбинация препаратов то мне хотелось бы напомнить вам что летальные дозы антидепрессантов когда они используются именно в комбинации для самоотравления они существенно ниже чем при самоотравлении только антидепрессантами и конечно же в последнее время пытаются найти способы превенции самоубийств с использованием антидепрессантов и вот предлагается например врачам путем психообразования просвещать пациентов особенно молодых в возрасте моложе 25 лет их родителей пациентов с депрессией и по поводу нежелательных явлений антидепрессивной терапии и по поводу вообще риска вот такого самоотравления и надо сказать что действительно есть исследования которые показывают что побочные эффекты антидепрессивной терапии могут повысить риск суицидального поведения в частности вот возможные нарушения сна также связывают с повышением суицидального риска у пациентов которые получают терапии депрессии когда предлагают различные стратегии уменьшение риска суицидального поведения на фоне антидепрессивной терапии то конечно же рекомендуют еженедельно наблюдать пациентов с депрессией в первые четыре недели антидепрессивной терапии особое внимание нужно уделять именно пациентам в возрасте моложе 25 лет и причем это касается не только начального этапа терапии депрессии но это касается и периода например изменения дозировки антидепрессанта и надо сказать что и руководство FDA и британское национальный институт здравоохранения медицинской помощи рекомендуют наблюдать за лечением антидепрессантами у пациентов возрасте до 30 лет или у пациентов с повышенным риском суицида в частности тех которых были в прошлом суицидные попытки контролировать часто то есть начинаете терапию антидепрессантом через неделю вы должны пациента обязательно увидеть если речь идет конечно о внебольничном пациенте а депрессию мы довольно часто ведем именно в условиях внебольничной психиатрии к стратегиям снижения риска суицидального поведения также относят контроль дозировки и вот некоторые исследователи считают что есть связь с высокой дозой антидепрессанта и риском самоповреждающего поведения причем независимо от возраста и осторожность в плане дозировок она конечно должна быть еще с учетом того что рекомендуют нам ограничить доступ к антидепрессантам в частности особенно тем у которых очень высок риск летального исхода при самоотравлении например этапическим антидепрессантом и с этим может быть целесообразно представлять в распоряжении наших пациентов антидепрессанты в небольшом количестве готовить родственников контролю за хранением и приемом антидепрессантов и это тоже одна из важных стратегий превенции суицидального поведения с использованием антидепрессантов заключение обобщая эти стратегии уменьшение риска суицидального поведения на фоне антидепрессивной терапии хотела бы отметить что несмотря на всю актуальность этой проблемой общепринятые модели превенции суицида отсутствует и нам остается быть только очень внимательными с точки зрения оценки риска самоубийства это крайне важная составляющая психиатрической работы и это становится все более актуальным сегодня когда мы столкнулись с пандемией и с ростом случаев депрессии на фоне ковид 19 благодарю вас за внимание коллеги спасибо большое уважаемая наталья николаевна за замечательный доклад есть большой интерес у участников и есть несколько вопросов первый вопрос от елены может ли быть обратная связь повышенный уровень и л-6 не способствует депрессии а возникает как результат видимо имеется ввиду как следствие да это наш извечный вопрос уважаемые коллеги о том что же все таки первично это согласуется с современными взглядами депрессию как системное заболевание которое сопровождается широким кругом не не только биохимических сдвигов в организме но и соматоэнтокринных изменений в частности именно с этой точки зрения депрессия расценивается как независимый фактор риска ряда сердечно-сосудистых заболеваний настоящее время но тем не менее все таки вот это хроническое вяло текущее воспаление с изменением уровня цитокинов считается одним из ведущих патогенетических механизмов развития депрессии и вот эта воспалительная модель наверное является одной из последних гипотез все таки развития депрессии все таки развития депрессии поэтому с этой точки зрения наверное мы можем полагать что это первичное нарушение которые приводят к таким феноменологическим проявлениям как в частности депрессии но мы знаем что эти механизмы они же держат не только в основе развития депрессии хроническое воспаление наблюдается и при расстройствах шизофренического спектра и это какой-то видимо общий сдвиг в организме который может иметь разные клинические эффекты я бы так сказал спасибо большое еще если позвольте вопрос алена чубрик как в исследовании поняли что антидепрессанты повышают риск они причины назначения их пациенту поняла то есть идет о психотравмирующем влиянии как бы установление диагноза психического расстройства и это сказать назначение терапии в виде антидепрессантов служит таким вот тоже дополнительным психологическим фактором который подчеркивает нездоровье человека если я правильно приняла вопрос то есть это психотравмирующее влияние назначение фармакотерапии возможно тут можно перекинуть мостик к самостигматизации связанный с установлением диагноза психического расстройства и назначением терапии но вот в тех исследованиях которые я приводила в докладе аспект стигматизации не анализировался все-таки не анализировал по по-видимому это можно рассматривать однако ну вот есть и подход чисто биологический я бы так сказала который усматривает все-таки собственно влияние и изменение энергомедиаторного обмена вмешательства антидепрессантов вот на уровне фармакологического воздействия спасибо большое за ответ здесь может быть еще один аспект внутри этого вопроса что это не сами антидепрессанты могут повышать риск в том числе но и сама депрессия может повышать риск суицидального поведения например но об этом и речь идет что оценивается повышение риска который несомненно при депрессии присутствует но тем не менее группы сравнения такие то сказать были чистота суицидального поведения при приеме разных антидепрессантов вот этот подход он позволяет сравнить изменение суицидального поведения при приеме того или иного антидепрессанта у разных контингентов пациентов то есть именно группа контроля группа сравнения помогает поведеть это повышение конечно спасибо большое и вопрос елены есть ли данные по фатальной токсичности антидепрессантов российской федерации именно фатальную токсичность с точки зрения вот биохимического анализа у нас не исследовать а вот я приводила эти данные анализ моей точки зрения интересные которые делали наши коллеги из нижнего новгорода прошло уже довольно много времени но тем не менее анализ по данным истории болезни с помощью архивного метода был проведен вот чистоте суицидов при применении разных антидепрессантов вот такое исследование было я о нем в докладе упомянула а вот именно исследование с использованием фундаментальных методов все таки я не знаю не проводил вопрос елены рекомендация психиатром через неделю увидеть пациента после назначения антидепрессантов относится к любым пациентам даже тем кто не показывает признаков суицидального поведения несомненно потому что речь как раз об этом и идет что возможно интенсификация суицидальных переживаний суицидальных тенденций на фоне антидепрессивной терапии и конечно как раз я бы сказала те пациенты которые не вызывали исходно тревоги и беспокойства в этом плане они не должны выпадать из поля зрения специалистов сам период чрезвычайно опасен с этой точки зрения для всех пациентов с депрессией спасибо большое и завершающий вопрос светлана и александра спрашивают расскажите про кэр и риск суицида на что обратить внимание ну видимо для рассказа это требуется гораздо больший объем но если несколько слов по возможности про кэр и риск суицидального поведения ну поскольку все таки у нас сообщение касалось именно депрессии то я позволю себе отметить что велика коморбидность депрессии со системно компульсивным расстройством мы знаем что это одна из очень частых вариантов ассоциации и как всякая коморбидность это усугубляет собственно прогноз депрессии депрессии и мы можем думать о том что такие случаи они труднее будут поддаваться терапии сказать что именно о к р повышает риск не могу таких просто не знаю данных вот то что расстройство тревожного спектра такие как например генерализованное тревожное существо фобическое расстройство когда они коморбидность депрессии они существенно в разы повышают риск суицидального поведения именно у к р не могу сказать точно не знаю но вот может быть коллеги вы по мне поможете в ответе на этот вопрос я просто не знаю таких данных конечно у к р относится к расстройствам тревожного спектра но вот конкретных данных поэтому да если депрессия плюс паническое расстройство или просто панические атаки риск выше плюс тревожно-фобическое риск выше данных по к р не знаю спасибо большое за очень информативный доклад и за традиционное участие в нашей конференции спасибо большое для меня очень интересно ваше приглашение благодарю вас спасибо и тогда до новых встреч заранее приглашаем на следующий год для участия спасибо спасибо до конца спасибо и с удовольствием передаю слово нашей замечательной коллеги матриарху когнитивно-поведенческой психотерапии альборисне холмогоровой доктору психологических наук профессору декану факультета консультативной и клинической психологии московского государственного психолога педагогического университета заведующей кафедры клинической психологии психотерапии ведущему научному сотруднику московского и скорой помощи если большое спасибо дмитрий викторович сейчас одну секунду я прошу конечно там у меня не не получается вот я немножко сейчас два слова пока так сказать пробую запустить как положено скажу в ответ вот на то о чем разговариваю говорил сейчас натальник она спасибо ей большое она много сказала про касательно биопсих социальной модели и в частности важности учета различных препаратов и вот буквально вчера вот мы с марией игорь на моей садокладчицы присутствовали на годовом отчете отделения токсикологии самопсихиатрии не не склифосовского я хочу поделиться очень интересной информации относительно летальности у пожилых потому что мы знаем что также как больные шизофрении биполярным расстройствами на пожилые люди очень часто так сказать заканчивают то есть у них летальность очень высокая так вот оказалось что именно чуть ли там не 90 процентов это бензодиазепины до феназепам лидирует абсолютно и вот как бы назначают обычно в связи с бессонницей связи так сказать с тревожными состояниями не учитывая что у него очень большие побочные эффекты в виде риска депрессии и вот как бы знаете еще не опубликованные данные татьяна ивановна диколь делала очень интересный доклад который видимо сведения должны быть донесены до общественности потому что это очень распространенный препарат который часто так сказать назначают вот не считаясь с тем что это все таки очень так сказать рискованное предприятие спасибо дмитрий вечер спасибо роман мы сегодня вместе с моей с моим с автором доклада марии игорьевны субботич докладываем в общем то во многом данные эмпирического исследования которое вот было проведено в рамках ее диссертации нами совместно и это но наверное мне кажется первое эмпирическое исследование а не просто обзор который направлен на выявление специфики именно хронического суицидального поведения факторов именно хронификации суицидального поведения ну наталья николаевна очень много говорила об эпидемиологических данных поэтому не буду здесь много об этом говорить и тем не менее очень важно что в общем то растет сейчас постоянно растет число повторных и неоднократных аутоагрессивных действий и среди суицидентов повторной попытки иногда с интервалом там в несколько лет предпринимается довольно большим количеством людей до 60 процентов причем сама по себе суицидальная попытка уже является достаточно независимым фактором риска повторных попыток поэтому помимо профилактики как бы первичной да что связано с особым вниманием пациентам с депрессией есть еще такое понятие как вторичная профилактика то есть после совершения суицидальной попытки особое внимание должно уделяться вот этим пациентам которые часто попадают в самат психиатрические таксилогические стационары вот как то такое тоже стационар которым мы с марией игоревной работаем и там как бы основная задача спасение жизни да то есть если человек истекает кровью или он там отравился какими-то психотропными препаратами и вот это вот как раз недостаточное взаимодействие разных служб очень часто имеет место поэтому мы вот в этом отделении может быть впервые в токсикологическом отделении работает группа психологов психотерапевтов и мы как раз изучаем вот эти риски и пробуем вот такую первичную реабилитацию профилактику организовывать на базе самат психиатрии и токсикологии я надеюсь вы прочитали насколько вообще это тема актуальна да поскольку на каждое завершенное самоубийство до 40 суицидальных попыток приходится и есть клинические предикторы а наталья николаевна много говорила о том что главный предиктор это депрессия и именно в сочетании с тревожными расстройствами резко повышается риск суицида но вот мы провели исследование которое казалось касалось конкретных тревожных расстройств и установили что особенно высокий риск при сочетании социальной тревожностью поскольку там помимо так сказать депрессивных представлений о собственной там беспомощности из перспективности своего существования еще очень выражено ощущение враждебности мира невозможности получить помощь ну и также существует очень много исследований о том что именно расстройство личности как коморбидные с депрессией то есть когда депрессия возникает у лиц с личностным расстройством вот это особая группа риска который надо уделять особое внимание и назначение именно этой группе лиц антидепрессантов у которых есть черты прл особенно должно быть в фокусе внимания в плане риска суицида при том что к сожалению сам диагноз прл ставится сейчас достаточно ну чаще намного чем во времена моей молодости но все-таки не всегда еще до сих пор доктора достаточно внимательны к появлению именно личностной патологии и мы методологическое основание нашего с Мария Игоревна исследование это многофакторная психоциальная модель расстройства эффективного спектра которую мы несколько модифицировали применительно к нашему исследованию хронификации депрессивного поведения мы выдвинули ряд гипотез относительно макросоциальных факторов и решили что пол возраст социальное положение образования могут играть роль в частности более выраженной должна быть социальная дезадаптацию тех кто решается на повторные неоднократные попытки скорее всего это будут лица женского пола мы так предположили ну вот посмотрим сейчас с вами что оправдалось что нет а также мы в общем исходя из исследований которые уже проводились и у нас и за рубежом решили что это должны быть дисфункциональные личностные черты и убеждения именно социально предписываемый перфекционизм которые многократно показали и западные и наши исследования повышает риск тяжелой депрессии и суицида а также вот последнее время много исследования спектра нарциссического именно гиперсензитивный нарциссизм тоже предположительно является очень важным фактором риска также на когнитивно-поведенческом уровне мы предположили в соответствии с самыми последними исследованиями что именно особая когнитивность тень так называемое руминативное мышление которое способствует хронификации депрессии и такая черта хорошо изученной как алекситимия затрудняющая эмоциональную саморегуляцию а также деструктивные поведенческие стратегии также вот будут повышать именно риск хронификации суицидального поведения ну и наконец на микросоциальном уровне это нарушенные связи с другими людьми и вот все больше так сказать роль переживания одиночества а также мы специально обратили внимание на то что дефекты ментализации то есть трудности самопонимания понимания других людей и для исследования мы выбрали такой очень большой комплекс соответственно составили в чем новизна данного исследования что наверное впервые именно в комплексе все эти изучаются все эти факторы да то есть одна один и тот же пациент заполняет опросники вот по этим трем блокам да опросники не буду вам зачитывать вы видите что для выражения дисфункциональных черт использовалось у нас три опросника и еще в каждом из них есть в двух из них есть по три шкалы да социально приписан перфекционизм в частности специально фиксировался и вот импульсивное поведение в случае опросника дисфункциональных убеждений при пограничном расстройстве личности также впервые валидизированы в русскоязычной выборке вот тоже наши группы исследователей которые работают склифосовского шкала руминации сокращенной версии опросников а также еще в процессе валидизации находящаяся шкала одиночества и опросник эмпатия дэвиса мы опирались на трехвазную модель суицидального поведения у конора которая которая подчеркивается что есть диатезы да то есть те черты личной личности те особенности регуляции когнитивные поведенческих стратегий особенности социального окружения которые могут быть так сказать факторами риска и затем на мотивационной фазе какие особенности именно саморегуляции вот и здесь последнее время все большая роль отводится руминативному мышлению могут в определенной провокационной критической жизненной ситуации или при каких-то триггерах которые резко увеличивают резко повышают острое ощущение неблагополучия без перспективности да какие триггеры могут приводить к активации уже собственно поведения готовности и перехода к действиям и к волевой фазе еще раз хочу сказать что именно рори оконнер да это один из лидеров исследований суицидального поведения университета в гласго подчеркнул что руминации важнейший фактор катализатор суицидального поведения именно на мотивационной фазе он ведет фиксации на только что пережитым каком-то негативном событии и там уже знаете из моря из дона начинается вот только что произошла какая-то неприятность на вот прям буквально знаете беседа с девушкой которая недавно попала суицидальной попыткой к нам шла толкнула нечаянно в метро кого-то подумала о том какая я неловкая как много я делаю людям неприятности вспомнила как недавно я подвела подругу потом вспомнила что я еще и вот принесла очень много огорчения родителям на сессии и почувствовала себя просто вредителем и источником всех бедствия да вот в этом мире для всех моих близких и пошло поехало все воспоминания и в общем уже как бы готовность к тому чтобы освободить мир от своего тягостного присутствия поэтому вот особо хочу подчеркнуть что мы решили для этого исследования с необходимостью использовать инструмент для оценки выраженности руминативного мышления разработаны к сожалению ушедшие жизни с юзан с нолин по эксемы которые вот мы вам прошлое на прошлом году докладывали об этой валидизации поэтому сейчас я только напомню да что именно как механизм хронификации депрессии резистентности к психотерапии и повышенного суицидального риска ее рассматривают и эндрю уэлл что автор метакогнитивной концепции депрессии третья волна и также вот и вот кинс да который разработал свою систему психотерапии сфокусирована уже на руминативном мышлении и хочу так сказать подчеркнуть что вот мы валидизировали этот опросник перевели в идеализировали это работу так сказать координировала и возглавила Ольга Дмитриевна Пуговкина и сейчас у нас есть вот это наша валидизированная русскоязычная скала и смотрите еще раз хочу вот данные с прошлого доклада привести смотрите как руминация на каком уровне значимости и на каком какая сильная так сказать какая сильная корреляция с уровнем безнадежности да то есть вот этот опросник он может быть очень важным фактором именно так сказать предсказание возможного высокого риска и так две причины для особой значимости изучения руминативного мышления как фактора хронификации оно тесно связано с переживанием безнадежности а также как мы установили вот в нашем исследовании с Ольгой Дмитриевной Пуговкиной оно очень тесно связано с деструктивными стратегиями совладания со стрессом и имеет сильные значимые обратные связи с продуктивными стратегиями а поэтому это тоже подтверждает важность вот этого фактора как фактора катализатора суицида ну и наконец я перехожу к данным эмпирического исследования вы видите это довольно две представительные группы 59 пациентов совершивших повторную попытку суицида и попавших так сказать после этого в отделение соответствующие неисторой помощи несклипособства а также в качестве контрольно-клинической группы было 60 пациентов с первичной суицидальной попыткой и вот некоторые социодемографические данные из наших гипотез собственно подтвердилась так достаточно убедительно только одна что все-таки чаще женщины используют совершают повторные суицидальные попытки мужчины реже ну а в остальном вы знаете вот в плане там одинокого проживания или такой выражен социальная без адаптации значимых различий в общем то мы не обнаружили теперь смотрите что интересно что все-таки среди наших пациентов с неоднократными попытками доминируют различные колото резное ранение конечности предплечье это 64 процента и колото резное ранение шеи груди и живота 12 процентов более разнообразная при первичной попытке суицида и тем не менее тоже вот такого рода много очень да самоотравление тоже достаточно много и если алла верды с натальниками конечно это прежде всего психотропные препараты и антидепрессанты видим да что в общем то диагнозы расстройство личности и депрессии несколько чаще и при однократных наоборот ну видимо это так сказать расстройство адаптации при первой попытке это то что часто психиатры ставят такой аккуратный осторожный диагноз до чтобы пока наблюдать пациентов ну и наконец вы видите что все-таки в два раза чаще интенсивность депрессии выше при неоднократных попытках в четверти случаев умеренные выраженные депрессии против десяти при однократной попытке а также различий в уровне тревоги мы фактически не обнаружили а вот четверть пациентов четверть неоднократными попытками у них сохраняются той или иной степени социальной идеации перед выпиской непосредственно да и вскоре там после попадания стационар то тоже собственно в два раза выше чем у пациента с неоднократными попытками ну и в общем то как мы и ожидали вот черты дисфункциональные личностные черты свойственное ПРЛ или устойчивый личностный диатез не у всех у них были диагнозы пограничного личностного расстройства тем не менее выраженность и значимое отличие от пациентов с однократными попытками как видите налицо да и вот здесь этот основной конфликт пациентов с ПРЛ да это зависимость невозможность быть одному справляться с жизнью одному чувствует себя комфортно одному и недоверие и враждебность к окружающим когда так сказать вот этот конфликт становится невыносимым то происходит вот это вот готовность компульсивным действиям защита до разрешения через какие-то экстремальные действия и очень еще важно что подтвердились полностью и на высоком уровне значимости наши ожидания относительно социально именно предписаны а не я адресованного подчеркиваю перпекционизм который все-таки более так сказать адаптивным считается сейчас в разных исследованиях и так озабоченность оценками других и жизнь в режиме непрерывных неблагоприятных социальных сравнений вот что такое наша шкала социально предписанного перпекционизма и вы видите что именно это озабоченность оценками она вот достигает очень высокого уровня ну и гиперсензитивный нарциссизм также как перпекционистский когнитивный стиль это близкие в общем момент близкие какие-то параметры то есть это постоянная фиксация на своем своих ошибках свое несовершенствие что-то здесь и отруминирование тоже да вот эти эти черты тесно очень связаны со склонностью к руминации как вы видите по всем четырем шкалам руминативного мышления значимо выше причем опять же смотрите на очень высоком уровне значимости и мы видим перекрывается так сказать вот эти сравнения с неоднократными попытками что подчеркивает что наша гипотеза относительно особой важности руминирования при риске повторных попыток она подтверждается ну и как алексей темнее что в общем то и следовало ожидать как один из главных барьеров для эмоциональной саморегуляции потому что чем хуже мы можем идентифицировать и понимать свои чувства чем с большим трудом мы можем описать и сообщить о них с другим людям тем скорее мы будем совершать какие-то аутоагрессивные действия чтобы донести свою душевную боль и других чтобы как-то разрядить ее вместо психологического конструктивного коупинга в виде получения эмоциональной поддержки и какого-то ощущения поддержки от других людей также очень важно что среди поведенческих стратегий отличала группу с неоднократными попытками всякие виды поведенческого и психологического избегания отрицание вентилирования эмоций это тоже очень близко на самом деле к руминированию да почему мне так плохо а что же со мной такое ну и конечно вот это эти вот опять же экстремальные способы совладания с психической болью и негативными эмоциями это употребление и как это ни странно юмор ну в том числе черный видимо да то есть какое-то такое отстранение от ситуации без каких-то попыток ее конструктивного решения в виде активной стратегии решения проблем и конечно опять полностью подтвердилась наша гипотеза относительно ощущение изоляции одиночества ненужности может быть даже бремени своего да то есть переживание вот того что я один в этом мире я никому не нужен и при этом вот смотрите интересно не получилось отличие по способности к эмпатии за исключением между однократными неоднократными попытками кроме одного на уровне тенденции показатели это склонность к заражению негативными эмоциями других людей как называемый эмпатический дистресс что очень тесно связано с шокими показателями алекситимии у этих пациентов теперь позвольте перейти к выводам дмитрий веков я надеюсь что я еще успеваю сказать да выводы у вас столько времени сколько необходимо у нас большой запас понятно а я то тороплюсь не точно точно чувствуете себя совершенно свободно у нас с хроническим суицидальным поведением на уровне статистической значимости более выражены дисфункциональные личностные черты такие как гиперсензитивный нарциссизм социально предписанным перпекционизм и вот эти черты которые свойственны лицам с пограниченным личностным расстройством то есть действительно с сочетание вот этот конфликт зависимости и враждебности в сочетании с импульсивностью и таким образом в общем то этот набор методик набор измеряющий вот выраженность этих черт может служить фактором предсказания риска повторного сулицида также подтвердилось полностью наше ожидание что руминативное мышление да то есть склонность постоянно возвращаться к анализу прошлых ошибок когда какая-то неблагоприятная ситуация вдруг да запускает вот этот вот знаете полный послужной список как я уже вот привела яркий пример да толкнула женщину нечаянно там задела ее сумку и в метро и разворачивается целая цепочка и воспоминание о своей неловкости вплоть до каких-то серьезных ошибок в жизни и такой вывод все значит мне в этом мире делать нечего я там источник всех проблем и так далее и также конечно вот это алекситимия в виде на самом деле трудности вот осознания да в этот момент вот своих негативных чувств может быть сообщение о них кому-то для получения поддержки поэтому вместо этого совершается какая-то какое-то деструктивное действие которое даже если мы говорим о некоторой ну не летальной направленности а скорее совладание там с болью оно имеет очень высокий риск все-таки летального исхода не будем так сказать в этом отношении наивными да очень часто и самоповреждающее поведение приводит все-таки к плачевным результатам да в виде так сказать смерти пациента ну и вот очень важно конечно дикицит дефицит стратегии конструктивных оно что противостоит руминативному мышлению конструктивная рефлексия да то есть когда мы не пренебрегаем негативным опытом мы так сказать не плевать подумаешь толкнула женщину пойду дальше да вот такие антисоциальные черты нет это может быть некоторая так сказать почему а я задумалась да я шла я задумалась давай-ка я сейчас буду более внимательно смотреть по сторонам или смотрю в телефоны да конечно я задеваю людей вообще метро лучше не смотреть все время в телефон всем нам да важное напоминание и вместо и так сказать после конструктивной рефлексии по поводу данной конкретной ситуации некоторый вывод убираю телефон в сумку и до значит еду по своим делам а вот это вот как бы воспитание да помощь в развитии конструктивной рефлексии противоложность руминативному мышлению ну и наконец активные способы решения проблем да не откладывание их на потом не прокрастинация бесконечная а именно использование социальной поддержки так сказать переход к действию к действиям степ-бай-степ да начинаем опять же как один из таких пациентов суицидальных вспоминается лежу на постели смотрю а у меня там занавески кривые покосился карниз надо бы его поправить смотрю вокруг надо бы уже давно бы и ремонт делать а ремонт сил делать нет не буду поправлять и карниз лежит раздраженный от того что вот карниз кривой но как бы все это накапливается так сказать некоторый беспорядок а чего я буду убирать если в общем-то надо ремонт делать да ну и прочие моменты связанные с прокрастинацией ее механизмами ну и очень важны вот эти дисфункции в интерперсональных отношениях вы знаете сейчас все больше и больше разговоров вот перед принятием КБ-11 относительно такого диагноза там ПТСР да которая сфокусирована на детской травме комплексной ПТСР так называемая я думаю что очень многие наши пациенты на самом деле вот с такими комплексными ПТСР выходцами достаточно сложного дисфункционального окружения и очень важно в этом смысле с ними это тоже как-то находить время для в процессе работы с этими пациентами но есть конечно задачи первого этапа какой-то вторичной профилактики вот например таких стационарах в котором мы с Марией Игоревной работаем где пациенты уже после суицидальных попыток и здесь конечно важно вот на мой взгляд что я хочу подчеркнуть в завершении доклада дорогие коллеги что нам нужно черпать из из разных источников вот видим когда мы видим насколько много переплетено факторов то мы понимаем что помимо дистанциональных личностных черт есть еще дезадаптивный когнитивный стиль деструктивные стратегии а здесь у нас с ДБТ Марш и Ленихан КБТ депрессия сфокусированная ой показываю вот только что вышла книжка ура 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 метакогнитивная терапия вышла смотрите вот у нас с вами уже на русском языке Питер Понаги терапия основанная на ментализации как много он взял из КБТ Дмитрий Викторович там уже вот настоящий Пинтес и диалектическо-поведенческая терапия тоже дорогие коллеги у нас есть и комплексная ПТСР тоже появляется литература поэтому я вот специально показываю так как такие очень приятные события свидетельствующие о том что наши так сказать русскоязычные КБТ и психотерапия развиваются интенсивные не стоят на месте и делают прекрасные переводы очень полезных книг поэтому я от души надеюсь что мы и в области суицидального поведения будем продвигаться в том числе вот благодаря этим замечательным конференциям которая организует ассоциация да ППТ наше спасибо большое за приглашение спасибо вам огромное дорогая и уважаемая Алла Борисовна потому что во первых такая глубина вашего и знания и понимания механизмов это большая ценность для меня и для всех наших участников и еще и возможность соприкоснуться напрямую с первоисточником человека который занимается исследованиями организует их и делает такие важные выводы еще интегрируя все современные такие на передовом крае науки и методики и технологии и знания это нам завещал Арон Бек он говорил что психотерапия будущего будет интегративной поэтому мы вторую третью волну да мы все все должны изучать продвигать все верно спасибо большое и позвольте задать вам вопросы аудитория очень активно слушала ваш замечательный очень содержательный доклад и есть несколько вопросов если позвольте я тогда к ним сейчас перейду София Канавина спрашивает есть ли в открытом доступе четырехфакторный вариант шкалы РРС есть статья я привожу ее в списке литературы и там мы как бы но бланка статьи мы не предложили мы не приложили это может быть такая наша ошибка потому что в общем-то она как бы валидизирована мы ее исправим в ближайшее время и я обещаю что вот в нашем журнале мы ее опубликуем в открытом доступе прекрасно это как раз вот упреждает вопрос Светланы Герц и Алены Чубрик где будет опубликован опросник и планируется ли его публикация вот очень ждут этой публикации наши участники я думаю и многие другие специалисты это это очень важная методика спасибо коллеги что вы так подстегиваете нас потому что мы поделились не скрывали так сказать да замечательно Елена спрашивает есть ли данные по исследованиям почему именно женщины имеют склонность к повторным попыткам суицида ну вы знаете видимо все таки вот эти данные о том что черты пограничного личностного расстройства они все таки больше выражены у женщин ну поскольку видимо здесь есть некоторая культуральная специфика черты зависимости да они все таки традиционно и пока еще у нас видимо какие-то гендерные специфики как не размывается сейчас гендерная идентичность отход от бинарного разделения уже имеет место но в некоторых странах и тем не менее видимо все таки она какая-то это гендерная специфика в том числе культуральная остается поэтому вот видимо это в первую очередь связано с тем что этих особенно у женщин чаще все таки выражены черты ПРЛ вопрос Анны Шантовой с какого возраста возможно применение опросника вы знаете это очень важный вопрос вот мы например пытались на выборке пожилых использовать часть этих опросников и полностью от этого отказались нам пришлось конечно взять гериатрическую шкалу депрессии вместо шкалы БЭКа потому что когда человеку после 65 лет там задаете вопрос о падении сексуальной функции и так далее но как-то все это в общем то что шкала БЭКа прекрасно работает на зрелом возрасте а вот получилось что заполнять ее пациентам пожилого и старческого возраста это ну вот как-то малопродуктивно поэтому конечно современные там старшие подростки вполне способны заполнить подавляющее большинство из этих опросников но вопрос конечно заключается в том что на это надо иметь разрешение родителей если речь идет сейчас о исследовании в школе поэтому проблеме профилактики первичной профилактики суицидального поведения в частности в школах это очень сложный вопрос который требует просвещения родителей учителей если вы работаете Светлана да или Елена 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 если вы работаете в школе и у вас стоят работы вопросы первичной профилактики то это ну вот такая организационная очень сложная проблема прошу прощения Анна по поводу возраста задала вопрос перед этим вопрос Елены еще очень просит аудитория извините за технический момент вернуть список литературы если вы поделитесь а я задам следующий вопрос да конечно вернусь но это список литературы дорогие друзья которые сейчас сейчас возможно он есть в статье наверное которые могут почитать наши участники опять я извините сейчас буду все в порядке просто мы идем навстречу по желаниям очень много а вы знаете а давайте мы сделаем так Дмитрий Вильевич чтобы нам не это самое я вам просто пришлю часть этого доклада просто результаты Марии Игоревны она пока в процессе так сказать решения к защите поэтому мы решили их не выкладывать а вот литературу все пришлем и вы просто и мы уже разошлем участникам те кто задавали вопрос да хорошо все правильно спасибо большое и вопрос Анны не знаю той ли Анны которая до этого задавала вопрос с какого момента можно идентифицировать хронификацию суицидального поведения количество попыток или возраст или количество попыток в течение какого-то времени ну вы знаете мы в общем считали что вот более двух попыток это уже можно говорить ну критерий включения у нас был такой да на самом деле конечно далеко не все вещи попытки сопровождаются например стационированием вот такие ну стационары где собственно занимаются спасением жизни да самоповреждающий поведение в виде каких-то порезов да без тяжелой травматизации оно может быть ну хроническим и вот тут встает вопрос как нам все-таки различить суицидальное поведение и вот такое вот самоповреждающее да это вопрос спасибо Анна за этот вопрос он сложный он методологически сложный и здесь много споров и нет единого мнения поэтому вот ну я просто хочу о нашем исследовании сказать да что мы считали что вот если уже более двух таких серьезных попыток когда человек попадает все-таки в больницу да вот в состоянии достаточно риска да для физического здоровья мы вот это считали уже хранифицированным поведением ответила да спасибо большое очень много еще вопросов к сожалению мы не уложимся тогда в регламент поэтому мы надеемся на следующей встрече что вы традиционно поддерживаете нас уже много лет и мы очень признательны и благодарны за это на следующих конференциях мы надеемся на эти вопросы смогут наши участники тоже получить свои ответы поэтому еще раз большое спасибо Алла Борисовна и до новых встреч и ждем вас на форуме юбилейном нашей ассоциации в мае обязательно обязательно и спасибо за приглашение Дмитрий Викторович всегда рады сотрудничеству спасибо большое всего доброго уважаемые коллеги у нас к сожалению регламент поэтому мы не смогли сейчас все ваши вопросы задать Алле Борисовне но мы обязательно их коснемся на следующих наших мероприятиях сейчас позвольте мне представить свой доплат суицидальное поведение и актуальные потребности которые как раз стараются в сочетании с теми уже прозвучавшими важными такими посылами информационными тоже сделать акцент определенный на ряде нюансов касающихся эффективной работы с такими суицидальными пациентами сейчас я делюсь презентации как уже упоминала Алла Борисовна когнитивно-поведенческий подход демонстрирует высокую эффективность работы работы с суицидальными пациентами людьми с подобным суицидальным поведением и различные исследования в том числе Наталья Николаевна упоминала о них рассматривают конечно суицидальное поведение и сам акт суицида в качестве многофакторной модели где влиянием обладают и общие факторы и специфические поэтому на данном слайде вы можете увидеть что усиливает риск суицида какое взаимовлияние мы можем рассмотреть и конечно речь шла в первую очередь о депрессии как расстройстве как состоянии но и целый ряд других факторов отмеченных красным оказывает значимое влияние и вот исследования Аллы Борисовны которые она и много лет возглавляет работу с такими сложными пациентами и отдельные исследования которыми она в том числе и сегодня поделилась она говорит о значимости одиночества влияния поддержки и наоборот затруднения доступа к этой поддержке то есть о таких социальных факторах и о психологических факторах таких как безнадежность и о уже проторенной дорожке предшествующей суицидальных попыток неэффективность терапии некомплоентность этой терапии значение страдания в том числе тяжелых физических заболеваний и различные побочные эффекты от тех или иных зависимостей множество и других общих факторов здесь представлено и во многих исследованиях можете увидеть десятки еще дополнительных но здесь для нас важно опять же на этом сделала акцент Алла Борисовна помните о наследии Аронобека и его детище в когнитивно-поведенческом подходе в целом и его идеях которые отразились в таком наборе клинических мишеней и беспомощность концепт который он представил еще в самом начале шестидесятых еще до Мартина Селигмана который уже в моделях на животных показал как это работает не только у человека но еще важный такой фактор психологический как безнадежность отчаяния переживания в виде тяжелой душевной боли тревожные состояния и бессонница насколько они влияют на накопление вот этих суицидальных рисков насколько они способствуют уже самому акту суицида поэтому вклад Бека мы уже неоднократно обсуждали на наших конференциях во многих статьях и монографиях активно описан представлен но стоит напомнить что Бек как раз выделил такие ключевые факторы суицидального риска и здесь концепт безнадежности и беспомощности становятся ключевыми и его шкалы шкала депрессии шкала тревоги шкала безнадежности и суицидальных идей помогают нам в диагностике таких факторов риска и помогают их не только мониторить но и рассматривать в качестве мишеней для нашей комплексной терапии и уже эффективность этой комплексной терапии неоднократно подчеркивалась различными исследованиями которые помогают нам видеть такую evidence-based доказательную составляющую в этих подходах где RKI рандомизированные контролируемые исследования помогают нам заметить эффективность тех или иных методик тех или иных подходов поэтому когнитивно-поведенческая терапия уже продемонстрировала высокую эффективность в работе суицидальным риском с такими клиентами пациентами и последние годы мы видим рост числа таких исследований и европейских и британских и американских коллег которые сложились уже в такие систематические обзорные мета-анализы говорящие о эффективности работы в этом подходе не буду подробно останавливаться на всех подобных исследованиях но они показали психологические мишени их значения безнадежность беспомощность различные дисфункциональные убеждения но в топике сегодняшнего доклада я хотел обратить внимание на то что все равно работа с этими пациентами работа с этими клиентами по-прежнему остается достаточно сложной по-прежнему здесь есть еще куда развиваться в эффективности качестве и скорости скажем так формирования определенных эффектов и результатов потому что следующего визита следующего сеанса может не случиться поэтому нам особенно важно диагностировать такие ключевые причины следственной связи ключевые мишени для работы и вести эту работу достаточно сфокусированно достаточно скрупулезно поэтому разворот вот тех когнитивных особенностей мышления и поведения на основе этого мышления наших клиентов и пациентов уже дает серьезный для нас фундамент для качественной работы но сегодня я хотел бы обратить внимание на то что помимо такой традиционной когнитивной модели в которой мы рассматривали влияние дисфункциональных автоматических мыслей и образов на такое поведение и на такие состояния наших клиентов а также система убеждений которая направляет этот поток сознания это мышление наших клиентов с суицидальными акцентами и тенденциями но на основе вот такой триады депрессии мы понимаем характер и взаимосвязи этого мышления системы убеждений это в том числе и такое ядро личности с отношением к себе и через призму этого отношения к себе к окружающей действительности значимым другим перспективам относительно будущего где вот этот набор логично вытекает набор этих клинических мишеней из этих исследований но важно заметить поддерживающий цикл который демонстрирует наши суицидальные пациенты клиенты и Алла Борисовна как раз подчеркивала те факторы в том числе и романативного мышления в том числе и особенности зависимости от социальных факторов поиск одобрения поддержки значимых отношений и в их отсутствие компенсаторной стратегии которые замещают вот эти потребности наших клиентов некачественно и лишь краткосрочно давая потом фрустрацию и усиление симптомов депрессии поэтому когнитивная триада БЭКа результат вот такого накопления негативных интерпретаций жизненного опыта и сгущения этих интерпретаций в виде убеждений суждений неких схем таких алгоритмов блок схем которые значимо влияют на симптоматику депрессивную не устраняются компенсаторными стратегиями а во многом наоборот даже усугубляют состояние наших клиентов значимо повышая уровень депрессивных симптомов и это отражается уже на интерпретации ничего у меня не получится никогда я не поправлюсь нет выхода из этой ситуации поэтому усиливаются эти предпосылки в виде безысходности безнадежности катастрофизации ситуации такого черно-белого мышления и тому подобных дисфункциональных убеждений укрепляющих и развивающих эту когнитивную триаду депрессии и соответствующий стиль мышления такие элементы этого комплекса формирующего блок схемы нашего депрессивного пациента с суицидальными мыслями и вот этот замкнутый круг конечно необходимо разрывать и возможные мишени которые способствуют суициду сегодня уже прозвучали но при этом нам необходимо исследовать более системно процесс мышления где мы можем выявить не только дисфункциональное мышление и я-концепцию глубинного убеждения которые хорошо отражены в монографии Джудит Бек еще в втором издании после первого появилась помимо непривлекательности еще никчемность очень суицидогенный такой конструкт я-концепция которая буквально отражает такую идею суицидогенную я недостоин жизни я токсичный я мусор я зло даже и тогда человек получает такое логичное подкрепление своим негативным перспективам я плохой мир плохой люди вокруг плохие и тогда в будущем меня ждет просто цепочка различных страданий с неизбежным фатальным драматическим концом поэтому зачем тогда откладывать и тянуть это страдание понятно вот та логика пусть искривленные дисфункциональными такими когнитив байс убеждениями и вытекающими из них когнитивными искажениями но тем не менее вроде бы очевидная для наших клиентов как истина в кавычках иногда в последние инстанции которые подталкивают их к таким шагам противоречащим их ценностям и их предыдущим смыслом и даже инстинкту самосохранения и здесь важно эту логику раскрыть помочь ее увидеть клиенту как дисфункциональную но при этом в третьем издании Джудет Бэк раскрывает такую вторую сторону медали сильных сторон strange based conceptualization strange сила based basis на чем базируется эта сила то есть по сути такая ресурсоориентированная концептуализация помогает нам увидеть тактику и стратегию работы с такими суицидальными клиентами и пациентами где важно в ходе буквально одной сессии уже показать эти ресурсы нашим клиентам уже вернуть их по возможности хотя бы к минимальному контакту со своими ценностями и смыслами поэтому концептуализация сильных сторон это задача терапевта задача специалиста задача врача или клинического психолога помочь клиенту увидеть перспективу надежду и свои ресурсы для реализации этого пути к этой перспективе и реализации этой надежды то есть депрессогенные фильтры мешают контакту с самим собой особенно человеку погруженному в депрессию страдания боль и руминации связанные с суицидальными мыслями и тенденциями и поэтому вдвойне важно помогать заметить клиенту и то что имелось у него в анамнезе в прошлом еще до развития этого состояния в преморбидном так называемом состоянии или периоде то что у него получалось то что относится к его ценностям то что несло для него смысл и убеждения которые где-то пусть сейчас очень ограниченном варианте но проглядывают у нашего клиента или пациента поскольку нет такого абсолютно черного тела это такая абстракция всегда есть некое соотношение показать даже где в минимальном варианте но он с чем-то справляется и эффективен где он может полагать себя привлекательным и достойным и принимать себя и достойным жизни достойным отношений и так далее да клиент склонен в этот момент к обесцениванию и самообесцениванию и обесцениванию своих ресурсов и возможностей это естественное его сейчас привычка мыслить естественно его стиль мышления и здесь безусловно такие методики и техники как эмпатия как валидация необходимый элемент для формирования комплайенса для формирования рабочего альянса и последующих терапевтических отношений но при этом нам важно заметить актуальные потребности наших клиентов и поэтому в оставшееся время я хотел бы обратить внимание на концептуризацию ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии где вводится такой концепт потребностей хорошо известной психологии но мы хотели бы представить его в основании этой концептуризации и одновременно в актуальных тенденциях которые демонстрируют прямо на сеансе прямо в контакте с нами наш клиент или пациент поэтому как генез развития данной личности как генез развития в том числе и его каких-то дисфункциональных сложностей проблем состояний мы рассматриваем фрустрированные в прошлом потребности нереализованные которые создали такое представление о себе представление о значимых других и мире где биологический домен этих потребностей по биопсихосоциальной модели Джорджа Энгеля и Романа показывает нам что в том числе и актуальные текущие биологические потребности нам нужно вывести фокус нашей диагностики фокус нашего внимания помимо того как развивалась данная личность и могут отражаться его проблемы и психологические и социальные и даже биологические в текущем статусе состояния и его поведение необходимо увидеть и текущие потребности нашего клиента потребность поддержки потребность в принятии потребность в смыслах ценностях его возможно 위해 ведь в каком текущем эмоциональном состоянии пребывает наш клиент и в чем он нуждается. Поэтому мы полагаем, что не только генез развития, который привел уже к значимым искажениям в я-концепции, значимым когнитивным искажениям и в промежуточных убеждениях, и в автоматических мыслях, и даже в произвольных мыслях, но и концепт потребностей актуальных поможет нам и наладить более качественный контакт с нашими клиентами и пациентами и осуществлять более прицельную диагностику, план терапии и саму терапию. То есть на примере нарушений сна, которые значимо усиливают, увеличивают риск суицида, мы можем видеть, что выработка мелатонина – это, конечно, биологическая потребность. И это не только гормон, регулирующий сон, и тем более связанный с пигментацией нашей кожи, а это еще и значимый регулятор моноаминов, и адреналина, и норадреналина, и дофамина. Современные исследования показывают его как некий гормон-регулятор, значимо влияющий на уже потом функционирование моноаминов в центральной нервной системе, в психике, и значимо оказывающий влияние на состояние наш клиент. Поэтому без нормализации сна мы можем пропустить вот те значимые факторы, усиливающие риск суицида. Конечно, очень важны и социальные факторы. И как нам быстро обратить внимание на текущую социальную сеть, есть ли такая сеть поддержки у нашего клиента, как наладить взаимодействие с людьми, которые могут стать этой сетью поддержки. Помимо такой медицинской помощи, как еще мы можем обратить внимание на психологическую помощь. Поэтому социальные факторы, кто может оказать поддержку, помимо телефона доверия или знакомых, как могут службы социальные дать поддержку, как может какая-то конфессиональная принадлежность, религиозная община, независимо от конфессии, как могут быть задействованы какие-то организации, в том числе волонтерские, для того, чтобы человек был вовлечен в какую-то конструктивную активность. И, безусловно, психологические потребности, о которых уже сегодня говорила и Алла Борисовна, и в различных монографиях, которые она упомянула, вот эти потребности отражены в такой текущей актуальной симптоматике. Поэтому концептуализация с опорой на потребности, она помогает расширить представление и о модели генеза, глубинных убеждений, характеризующие специфику мышления наших клиентов и пациентов с суицидальными тенденциями и поведением. Но она также и помогает увидеть задачи, которые можно более осознанно распределить по таким трем доменам, биологическое, в том числе и психофармакологическая поддержка, которая необходима в определенных обстоятельствах, но и нормализация различных витальных функций, которые нам необходимо, конечно, прояснить при контакте с нашими пациентами, с такими тенденциями. Но она помогает увидеть, а в чем же фрустрация, неудовлетворенность от текущих отношений, допустим, какая-то драма, связанная с разрывом значимых отношений, какие механизмы здесь могут быть полезными для акцентов терапии, для выстраивания плана и краткосрочной, и долгосрочной терапии, какие здесь социальные дефициты демонстрируют наши пациенты и актуальные потребности в социальной сфере и так далее. Поэтому эта классификация, по сути, помогает нам сделать более точным и сбор информации, и план терапии для того, чтобы мы замечали, реализует ли свои актуальные потребности текущие наш клиент функциональным способом или с помощью компенсаторных стратегий злоупотребления психоактивными веществами, изоляция, избегание, капитуляция и другие знакомые нам категории компенсаторных стратегий, лишь усугубляют его состояние, усугубляют и клиническую картину, которую мы наблюдаем, и внутреннее представление, которое как раз компенсируется рубинациями, хорошо описанными в той монографии Откинса, которая продемонстрировала даже обложку Аллы Борисовны, сфокусированы на руминациях, когнитивно-поведенческой терапии. Какую роль руминации играют, какую роль играют такие вторгающиеся мысли, формирующие, не обязательно даже в виде обсессивного и обсессивно-компульсивного синдрома определенные тенденции в мышлении и поведении наших клиентов. И какую роль здесь играют определенные устремления, наоборот, как противоположный саногенный эффект могут давать контакты с ценностями, которые буквально депрессогенными фильтрами заслонены. Поэтому выявление этих ценностей, формирование вновь контакта с ценностями, смыслами формирования устремлений – это задача буквально первых же этапов взаимодействия с такими клиентами, где мы можем использовать резервы жизнестойкости и совладание с дистрессом, в том числе и в виде тренингов групповых и индивидуальных для таких клиентов, для оптимизации психофармакотерапии, если это пациенты стационаров или дневных стационаров, в таком взаимодействии клинических психологов с психиатрами. И это ресурсы неформальной поддержки группы самопомощи в ближайшее отдаленное социальное окружение. Поэтому наши такие тактические терапевтические цели – это нейтрализация и изменение факторов риска, включая даже такие технические, как на Западе, цель убрать доступные средства для суицида оружия, например, средства, которые могут дать немедленный такой результат, казалось бы, такой незначимый внешний компонент, но тоже необходимый. Это нормализация аффективного фона и тех неудовлетворенных, в первую очередь, психологических потребностей, но необходимо обратить внимание и на социальные, и на биологические. Есть много методик. Сейчас, к сожалению, у нас не будет времени и ресурсов. Это, скорее, более продолжительные такие обучающие курсы, посвященные этим методикам, как усилить надежду, включая так называемый хопбокс, такие коробочки надежды, куда собираются атрибуты буквально ассоциативной связью, связанные с надеждой, связанные с каким-то благополучным периодом жизни, связанные с ресурсными состояниями, с ресурсными образами, с ресурсными взаимодействиями с какими-то значимыми людьми. И вот эта связь, ее необходимо и прояснять, и укреплять, и по возможности помогать, восстанавливать в тех форматах, которые сейчас реалистичны и возможны. Мы проясняем устремление человека, мы проясняем его ценности, мы проясняем его смыслы буквально с помощью таких вопросов, когда был наилучший период в вашей жизни, что давало вам такое ощущение, что это что-то ценное, хорошее, сколько это продолжалось, и с чем, на ваш взгляд, это было связано, каковы были в тот момент ваши ценности, смыслы, устремления, что подкрепляло вас в качестве достижений, что в себе вы рассматривали как положительные качества, каковы были ваши интересы, что вы видели как свой ресурс, что помогало вам чувствовать себя, в тот период хорошо. На что были похожи ваши отношения, позитивные, какая модель, какой образ сохранился с того периода, к чему вы стремитесь, что бы вы хотели реализовать, как вы видели себя, мир, других людей, будущее, чтобы восстановить вот эту связь с прошлым ресурсным опытом, который, конечно, вытесняется, отрицается или вационализируется нашими клиентами, находящимися в особом аффективном состоянии, в особом ментальном состоянии, где вот эти когнитивные фильтры мешают этому контакту и искажают восприятие себя, восприятие других, восприятие будущего. Восстановление контакта даже в рамках сеанса помогает человеку хотя бы временно, но увидеть мир себя, других, немного с другой стороны, с другой позиции, хотя бы в виде модели. И вот как вы преодолевали трудности в тот период, что вам помогало, это тоже восстановление такого контакта и связи. И в этом контексте потребности это сложный очень концепт, конечно, достаточно неоднозначный и трактуемый по-разному, разными исследователями, но в первую очередь это некое состояние, которое отражает некую необходимость человека в разных, как мы уже обсуждали, доменах и биологическом, и психологическом, и социальном, получать и контакт, и информацию, и энергию. И здесь мы имеем дело не только с первой сигнальной системой, с помощью которой мы взаимодействуем с реальностью, но и со второй сигнальной системой по Ивану Петровичу Павлову. Поэтому мы уже не первый год представляем и концептуализацию с опорной потребности, но в последнее время мы описываем уже терапию, ориентированную на потребности, где используется такой подход, в целом когнитивно-поведенческий, все принципы, которые были обоснованы в этом подходе Аарона Беком, его коллегами. Но ориентация на два уровня обработки информации, включая и связанный не только с путем Корковым, но и этологическим, мы понимаем, что необходимо работать и с тем, и с другим, и поэтому распределение по доменам этих потребностей поможет нам увидеть и необходимость тактики и стратегии нашей терапии. Поскольку человек — это такой сложный феномен, который можно описывать с помощью системных процессов как состояние открытой, динамической системы, связанное с процессами адаптации. Поэтому выраженная дезадаптация наших суицидальных пациентов как раз вследствие сбоя всей системы, и это системный кризис, на который нам важно обращать внимание. Поскольку процессы адаптации, они тесно связаны в целом с регуляцией нашего организма как биологической системы, нашей личности как системы психологической и еще включенной суперсистемы микросоциума семьи, значимых отношений, контекста рабочих отношений, трудового коллектива, страны, этноса мира. Поэтому весь этот набор, который способствует системному кризису и может рассматриваться как расстройство адаптации, как проблема в качественной адаптации. Поэтому нарушения различные, в том числе касающиеся и нарушения органов, тканевого, медиаторного функционирования, мы видим, как оно значимо влияет на все функции системы организма, на обмен веществ, энергией, информацией. Поэтому адаптация к изменениям, а мы живем сейчас в интенсивно меняющемся мире, и пандемии, и различные другие социальные процессы, которые мы наблюдаем, отражают вот эту необходимость к адаптации, и адаптации в том числе к изменениям. Мы можем вспомнить такую ключевую фигуру еще советской, отечественной суицидологии профессора Амбрумова, которая писала о том, что необходимо различать причину, повод и условия суицидального поведения, где как раз такие социально-психологические факторы дезадаптации отражают те потребности, которые фрустрированы, значимо нарушены у личности, демонстрирующей суицидальное поведение. И в нашей психологии фигура Бориса Федоровича Ломова, очень известного психолога, отражает их не только авторитет, но и такой пытливый ум, где он как раз о концепте потребностей писал, что потребности людей диктуют их поведение с такой же властностью, как и силы тяготения движения физических тел. Поэтому задача раскрыть эти потребности, быть в контакте с теми значимыми смысловыми конструктами, которые отражают ведущие потребности, это задача современной психотерапии для эффективного взаимодействия с нашими клиентами социального поведения, для эффективной помощи, эффективного планирования и этапности этой терапии. Поскольку и для физиологии, если мы вспомним работы Академика Сименова, все эти и витальные, и, как он их называл, не только социальные с точки зрения человека, но и зоосоциальные с точки зрения всего животного мира и потребности саморазвития уже такие очевидно, психологические, они все взаимосвязаны. И вот здесь этот системный кризис мы можем рассмотреть не только как травматический такой формат патологический, как травматическое расстройство, но и травматический рост, переосмысление вот тех концептов, которые привели к такому взгляду на себя, других и окружающий мир могут быть переосмыслены, могут быть реструктуризированы с помощью качественной когнитивно-поведенческой терапии. И с опорой на потребности могут привести к такому изменению мировоззрения, которое может стать гораздо более саногенным, более помогающим и более ресурсным для наших клиентов, буквально помогая им прийти к причинным факторам, завершим их в такой тупик психологический, включая даже такие мотивы отказа от жизни. Это отказ от жизни не случайный, поскольку жизнь текущая очевидно не устраивает нашего клиента и пациента. Суицидальные пациенты демонстрируют это наиболее ярким, наиболее таким доходчивым административным образом. И тем более для них работа на всех этих уровнях, с учетом всех этих доменов потребностей требует вот такого максимального внимания, концентрации и даже напряжения со стороны специалиста для того, чтобы увидеть такой вызов, в том числе экзистенциальный, о котором писал профессор Леонтьев, где соотношение вот этих потребностей каждый раз, конечно, персонализировано и индивидуализировано, но тоже, как он отмечал, значимо влияет как раз на выбор стратегии, тактики и планирования терапии, ее этапности и эффективности в персонализированном таком подходе к конкретному клиенту. Позвольте тогда завершить такую докладно-лекционную часть. Конечно, здесь много таких общих тезисов представлено, но мы надеемся, что в ряде печатных работ, в ряде наших семинаров и программ мы постараемся раскрыть уже конкретные методологические аспекты, технические аспекты, в том числе работой с социальными пациентами, поскольку модель и концептуализации, и плана терапии, и самой терапии, когнитивно-гогунической терапии, ориентированной потребности, носит трансдиагностический характер, помогая увидеть здесь и роль депрессии, и роль тревоги, формирование социального поведения более осознанно, более логично и более качественно. На этом я останавливаюсь, перехожу к вопросам, после чего у нас будет обеденный перерыв. здесь есть вопросы по поводу расового фактора, имеется в виду, что среди людей европеоидного происхождения суициды более распространены, с чем это связано, здесь необходимо тогда почитать первый источник работы уже самого автора, это Пампили 2007 года, который просто собрал массу исследований, касающихся феноменологии. Здесь мало таких каузальных атрибуций и причинно-следственных связей, но скорее феномены, которые описаны этим автором через обращение к целому ряду исследований и в том числе собственных. Поэтому здесь нет однозначного ответа, с чем это напрямую связано. Есть скорее такие клинические феномены, которые мы наблюдаем, в том числе с такими факторами различными, в которые многие исследователи включают и фактор пола, фактор расы, фактор гендера и так далее. Вопрос Елены. С клоном к суициду положена или какая-то бесплатная психиатрическая помощь. Стоимость работы специалистов в области психиатрии и психотерапии не дешевая и не все могут себе позволить получить помощь. В большинстве стран это относится к таким не только медицинским, но и социальным проблемам. Поэтому здесь в большинстве случаев есть возможность и такой острой ситуации помощи для госпитализации, решений таких состояний в психиатрических стационарах, ну и профилактические в амбулаториях естественно есть кризисные отделения в стационарах, есть кризисные службы, которые работают. Другой вопрос эффективность, качество, объем этой работы. Но во всех странах это общая проблема для человечества, не для отдельной какой-то страны региона. развиваются такие службы, в том числе и у нас в стране, и появление медико-психологической службы, кабинетов медико-психологической помощи, в том числе ставят перед собой задачи, как в прошлом кабинеты социально-психологической помощи до сих пор такой сохранился на базе клиники неврозов, где есть тоже 30 коек для суицидальных пациентов, ну я имею в виду сейчас клинику неврозов в Санкт-Петербурге на 15-й линии в Васильевском острове. Вот это пример того, что появивший еще в советское время кабинет имел большое количество обращений, в том числе суицидальных пациентов, которые потом госпитализировали стационар и проходили и психофармакологическое лечение, и психологические консультации, и психотерапевтические группы, и индивидуальную терапию, и преемственность потом выписка их и наблюдения в диспансерах и в том же городском психотерапевтическом центре и кабинете социально-психологической помощи, показывал пример такого сетевого принципа терапии. Не всегда он работал в разные периоды с большей эффективностью или меньшей, но тем не менее это пример того, что такая работа за счет бюджета страны, города, и у нас в стране, и в других странах проводится, но естественно ее требуется и развивать, и усиливать, и модернизировать, это понятные такие задачи. София Канавина спрашивает, какие потребности в первую очередь важно подсвятить суицидальному клиенту и помочь ему найти способ их удовлетворить, особенно в контексте переживания безнадежности. В первую очередь вы здесь видите те концепты, которые прояснил еще Бэк, честную связь действительно с безнадежностью и беспомощностью, и вот здесь потребность в контакте, потребность в общении, потребность в принятии может реализовать специалист. Валидация, эмпатия, активное слушание, диалог, который выстраивает специалист, уже неспецифическим образом, но удовлетворяет эту потребность быть услышанным, быть понятым, быть поддержанным. Это первейшая психологическая потребность, которая по сути демонстрируется нашими пациентами суицидами, суицидальным поведением и о чем говорила Алла Борисовна, что как раз дефицит в случае одиночества, в случае формальных отношений, в случае резкого разрыва значимых отношений и подталкивает человека к суицидальному поведению в том числе и к завершенному суициду. Поэтому, конечно, ничто не заменит такое человеческое общение. Да, сегодня появились уже чат-боты, сегодня появились уже приложения и программы, которые пытаются разговаривать с таких пациентов, но все еще достаточно искусственный характер, даже искусственного интеллекта, там, Алисы или Сири или чат-бота, созданного Стэнфордским университетом, который работает как раз с депрессивными пациентами и суицидальными пациентами, пока показывает еще небольшие результаты, но, может быть, это следующий шаг, когда будут развиты подобные лингвистические алгоритмы, и они могут давать такую поддержку и решать часть таких психологических потребностей, часть психологических задач в связи с этими потребностями для возможности не только выплеска, как на исповеди своих переживаний, но и видение того, что мы видим в случае никчемности и непривлекательности, значимо фрустрирует наших клиентов и пациентов. Поэтому вот этот социально-психологический аспект психотерапии здесь играет первостепенную роль и реализация этой потребности в общении, принятии, поддержке, валидации дает важный значимый клинический эффект в случае качественного их удовлетворения. И эффект надежды, выстраивание этой перспективы, чтобы преодолевать эту безнадежность, тоже является такой психологической потребностью. Мы выделяем когнитивную сферу в психике в целом и в потребностях мы видим познавательную такую потребность понимания буквально когниться это мысль осуждение с одной стороны но и познание и вот такое понимание себя некое согласие с собой принятие себя понимание других понимание мира мироустройства и такое мировоззрение которое бы отражало некую более гармоничную удовлетворяющую человека картину мира с включенной картиной себя портретом себя значимых других это тоже такая важная потребность человека потому что руминации связаны с вопросом я не понимаю из-за чего это случилось как так произошло кто я в этом мире из-за чего у меня не складываются отношения значимые с другими как мне выживать в этом мире это вопросы которые требуют и обсуждения и какого-то прояснения для наших клиентов для того чтобы с первых же шагов совместного взаимодействия показывать этот эффект надежды который буквально неуловимый иногда так эфемерно формируется на первых же встречах индивидуальных и групповых и важно чтобы специалисты действовали здесь более осознанно направляя внимание клиента к этим ресурсам и собственным персональным и социальным ресурсам на которые они могут опереться в этой трудной своей ситуации в этой критической фазе их жизненного пути вопрос Оксаны если у человека нет вообще никаких причин жить что тогда делать терапевту и насколько это оправдано условно насильственно генерировать причины а доводы в пользу жизни не обязательно будут искусственные тем более насильственные естественно насилие лишь порождает насилие то есть здесь не будет эффекта если это просто чтение лекции или если это буквально принуждение к жизни поэтому здесь особенно важно умение навыки компетенции специалиста для того чтобы находить эти доводы в пользу жизни на эту тему написано много монографий сейчас у нас к сожалению не хватит времени расписать но поверьте если вы почитаете эти монографии там буквально описаны алгоритмы обсуждения вопросы что значит доводы в пользу жизни даже если вы загуглите вы увидите что есть такие методики даже в открытых ресурсах они доступны чтобы понять что у каждого человека кто до сих пор еще жив есть эти доводы но они к сожалению под сонным таких когнитивных искажений тонут пропадают исчезает контакт с ними и задача специалиста восстановить этот контакт развить и помочь увидеть следующие причины для чего стоит жить и что это может дать человеку вопрос санна дмитриевна дмитриевна как психологу эффективно обезопасить себя от излишней эмпатии в процессе работы с пациентом с суицидальными наклонностями эмпатия полезный механизм для психолога важно различать эмпатию от симпатии и антипатии эмпатия это распознавание эмоций и возможность поделиться тем что вы понимаете в каком эмоциональном состоянии сейчас находится человек и это не вредно для специалиста это не приводит к его выгоранию но вот если он начинает проецировать себя на место клиента клиента на свое место впадает в собственные переживания испытывая какие-то симпатии или антипатии в этот момент он уходит из механизма эмпатического взаимодействия поэтому здесь очень подробно необходимо тогда обсудить все эти элементы на что к сожалению у нас сейчас коротких ответов нет возможности но если обратить внимание на механизм эмпатического взаимодействия с нашими клиентами и пациентами тогда будет заметна разница что приводит к вернауту по Фриденбергу а что наоборот помогает и самому специалисту действовать эффективно и быть полезным для своих клиентов и не выгорать при этом но это отдельный разговор я думаю на какой-нибудь конференции очный или следующий онлайн мы постараемся более подробно развернуть эту идею Виктория спрашивает есть ли регламентируемый список вопросов направлен на раскрытие потребностей пациента по поводу каждой нозологии сейчас не составлены клинические протоколы или стандарты поэтому регламентация это вопрос уже последующей систематизации но есть списки вопросов которые мы используем и мы их разбираем с теми кто проходит обучение ближайшие стартуют уже в эти выходные код терапии ориентированной на потребности и вопрос мамонтовой Марины в нашей стране какой алгоритм действия если клиент склонен к суициду нужно ли сообщать родственникам или это остается на усмотрение клиента и что делать с несовершеннолетним но это большая и сложная проблема у нас будет выступать еще один спикер Маргарита Хачумаровна Изотова которая как раз расскажет про детско-подростковую практику и у нас увы такой механизм он недостаточно разработан если на западе есть четкие стандарты четкие алгоритмы куда и как обращаться то здесь мы сталкиваемся с проблемой что госпитализация например в стационар таких пациентов с суицидальным поведением имеет ряд сложностей потому что необходимо согласие для госпитализации и такой пациент может его не давать и поэтому здесь нужно чтобы опытная бригада например вызванной скорой помощи оценила статус оценила состояние суицидальный риск и предприняла в некоторых случаях даже недобровольную госпитализацию с которой у нас сегодня связаны большие риски в том числе юридические поэтому большинство специалистов не может прибегать к таким механизмам где нужно комиссионное освидетельствование для такой госпитализации поэтому сейчас точно к сожалению мы выйдем за рамки времени возможного для обсуждения этой большой и сложной проблематики алгоритмизации такой помощи стандартов и протоколов оказания поэтому скажу лишь о том что здесь большая работа конечно предстоит и сегодня много с этим и технических и общих сложностей спасибо большое за ваше внимание уважаемые коллеги спасибо за вопросы и сейчас мы предлагаем перейти к обеденному перерыву после которого работу конференции продолжат следующие уважаемые спикеры докладчики с интересными и содержательными докладами поэтому мы ждем вас после обеда и соответственно в час будет следующий доклад Изотова Маргарита Хаджумаровна который будет посвящен психологической помощи родителям подростков в суицидальном поведении до скорой встречи коллеги и приятного аппетита Добрый день уважаемые коллеги мы возвращаемся после обеденного перерыва к проведению конференции суицидология актуальные проблемы вызовы и современные решения уже восьмой научно-практической конференции и я с удовольствием хочу представить вам Макариту Хаджумаровну Изотову нашего коллегу и давнего спикера нашей конференции кандидата медицинских наук клинического психолога психолога по работе с детьми и отклонениями в развитии арт-терапевта доцента факультета клинической психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и международного консультанта детского фонда ООН ЮНИСЕФ Здравствуйте Маргарита Хаджумаровна Здравствуйте Здравствуйте Дмитрий Здравствуйте коллеги участники нашей конференции Сейчас я подключу презентацию А и сегодня Сейчас минуточку Мы с вами поговорим естественно в рамках нашей конференции о суициде Вы знаете пользуясь случаем хочу сказать что это очень полезная конференция и в течение сколько лет мы уже ее проводим и я получаю такую обратную связь от этой конференции о ее такой практической пользе и наверное одним из основных таких аспектов суицида это суицид который совершается подростками и многие страны мира ставят это чуть ли не основной задачей которую необходимо решить и к сожалению не уменьшается скорее только увеличивается у нас есть огромное количество и пособий и работ связанных именно с помощью подростков и очень мало тех работ которые говорят о психологической помощи родителям детей родители подросткам с суицидальным поведением в целом если мы говорим о суицидальном поведении вы знаете здесь в треугольнике прежде всего оказывается подросток психологическая помощь родителям подростков с суицидальными мыслями с ними работает психолог регулярно встречается разговаривает на эту тему в каком-то смысле оказывается психологическая помощь родителям после суицидальной попытки но уже значительно меньше и в большей степени это будет зависеть от самих родителей, насколько они это хотят. И совсем мало оказывается психологическая помощь родителям, подросткам, которые уже совершили суицид. И вот ту часть родственных связей, вот ту часть пострадавших, практически мы не выходим на них. То есть эта психологическая помощь не является обязательной. В то же время как ГУС, который описывает опыт суицидальной даже попытки для родственников, он указывает, что совершается двойная травма попытки суицида. То есть что происходит? То есть сама попытка суицида и то воздействие, которое она оказывает на ту семейную систему, которая есть. И вот происходит разлад этой системы. У членов семьи разный взгляд на эту проблему. В каком-то смысле происходит изоляция семьи, где подросток сделал такой тяжелый шаг. И все внимание концентрируется, по сути, делом на подростке, который совершил суицидальную попытку. Все всеми силами, естественно, стараются ему помочь, и это правильно. И родители используют исключительно как ресурс, который помогает подростку для предотвращения вот этой вот попытки. Но практически никто не общается и не оказывает психологическую помощь родителям, что они чувствуют, что с ними происходит, и что происходит с семейной системой в целом, в то время как семья переживает такую тяжесть. Знаете, в своем докладе я сделала акцент на двух аспектах суицидального поведения. На попытке, да, на суицидальной попытке и на попытке, которая была завершена. И действительно, подростки, которые переживают суицидальный кризис, суицидальную попытку, их родные чувствуют себя очень одинокими, как показывают исследования, всеми покинутыми, в то время как очень важно развивать социальные связи. Обычно в рамках психотерапии, психологической помощи родителям говорят, как нужно поступать. И родитель начинает контролировать и регулировать поведение подростков, что является явно недостаточным. В то время как родителям следует понять, что попытка суицида подростка – это, по сути, часть механизмов адаптации. Он это делает не потому, что хочет умереть, а потому что, собственно, он не хочет жить. И вы знаете, еще Марина Цветаева говорила, что если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят. И длится оно не спуск курка, а 12 лет жизни, говорила она про себя. Поэтому здесь очень важно понять не концентрация на самой суицидальной попытке, а не только это, вернее, а все, что ее сопровождает. Вот эти, условно говоря, 12 лет жизни, что здесь происходит. Если мы говорим в рамках когнитивно-поведенческой, то она предлагает такой вариант психологической помощи именно родителям, подросткам, совершивших суицидальную попытку. И, наверное, одним из основных аспектов становится психообразование. И психообразование будет пронизывать абсолютно все этапы оказания психологической помощи. И в рамках этого психообразования, видите, я не буду останавливаться, оно очень большое. Это и признаки подростковой депрессии. Это и навыки взаимодействия. Почему так важно говорить? Это и обучение родителей, не только подростка, но и родителя работать с планом безопасности, чтобы он не лежал где-то у подростка. И как родитель? Это работать родителя с ящиком надежды. Очень хорошая техника, которой и родители, и подростки много хорошего говорят. И не просто работать с этим ящиком надежды, а добавлять туда фотографии, добавлять ресурсы. То есть это некое сопровождение такое постоянное с постоянным психообразованием. Большое значение в рамках КПТ для родителей имеет эмоциональный блок. Родитель постоянно на стороже. После того, как его ребенок совершил эту попытку, родители постоянно стараются контролировать. Но не только страх за ребенка. Сам родитель испытывает очень противоречивые эмоции. Он готов сделать все, что угодно, чтобы этой попытки не повторилось. Но одновременно с этим он может испытывать сильнейший гнев, обиду, вина, стыд. И такой, знаете, котел эмоций, которые очень много из них очень не только сильные, но и противоречивые. И некоторые из них запрещенные для родителя. Например, родитель считает, что он не имеет права испытывать гнев в этой ситуации. А должен этот гнев сдержать. А гнев прорывается в той или иной сфере. Поэтому вот этот блок тоже считается очень важным. И когнитивный блок сразу после него. Не наоборот. Сначала идет когнитивный блок после эмоционального. И когнитивный блок своей задачей ставит, скорректировать дезадаптивные мысли о ребенке. О себе прежде всего. Например, я плохая мать. Хорошей матери никогда ребенок не совершит суицидальную попытку и так далее. Об окружающем мире. Я одинок в этом окружающем мире. И так далее и тому подобное. И только на этом этапе, после проработки этих эмоций, происходит выработка связи. Именно понимание, как мысли порождают те самые эмоциональные реакции и поведенческие реакции. И следующий блок, очень важный для родителей, это обучение навыкам. И прежде всего навыкам коммуникации. И навык коммуникации – это навык слушания. Родитель находится, еще раз говорю, в напряжении. И он старается изо всех сил быстро предложить ребенку сказать, ну вот ты видишь, психолог сказал, а нам надо с тобой больше выходить. Быстро собирайся. Выходим на улицу. Не подходит. Как нужно взаимодействовать? Как нужно слушать? Что такое родительские навыки? Как они развиваются? И, конечно, расширение сфер того коппинга. Это не только крик, это не только слезы, это еще что-то. Сфера того коппинга, который есть. И если мы с вами схематически рассмотрим, то посмотрите, что получается. Первый большой самый блок – это освобождение от деструктивных эмоций. Родитель, знаете, со своими эмоциями желает так помочь. Он, тем не менее, с этими эмоциями ходит и помогает с огромным рюкзаком камней за спиной. Конечно, ему тяжело это сделать. Благополучие родителя в каком-то смысле и благополучие ребенка, они взаимосвязаны. Поэтому необходимо оказывать помощь родителю не только в рамках вот этого суицидального, но и его отношение к этому. Принятие ситуации, угроза вот такой ситуации интеграции и активизация ресурсов всей семьи, каждого по-своему. И поэтому очень часто после суицидальной попытки, желательно, вернее, да, и происходит работа со всеми членами семьи. И если все-таки это случилось, да, то мне очень нравятся эти слова, что самоубийство – это мольба о помощи, которую никто не услышал. И это свершается, да, мы работаем вот в рамках поственции. Это комплексная реабилитация, прежде всего, ближайшего окружения человека, который совершил суицид. И кто же это ближайшее окружение? Да, это прежде всего его ближний круг, это его родители и родственники, да, это его друзья и одноклассники, это педагоги, это мы специалисты, да, которые тоже затронуты, это друзья, коллеги и так далее. И это такая тяжелая травма сама по себе, что, например, в Американской ассоциации суицидологии близких жертв называют выжившими. И если мы посчитаем, кто же затронут в этом круге выживших, то где-то от 6 до 60 человек. Это люди, которые эмоционально затронуты после этой суицидальной попытки. И даже есть такое выражение, что при суициде умирают не один человек, да, то есть вот они выжившие. А вот родственники, ближний круг, опять-таки, по исследованиям, они имеют повышенный риск развития патологического горя, который мешает им пойти и получить эту помощь. Они имеют высокий риск возникновения ПТСР, аж 29%. У них формируются симптомы тревоги и депрессии. И развиваются психосоматические заболевания, причем 54% родителей. И среди родителей отмечена достаточно высокая частота родителей, братьев, родственников, высокая частота возникновения суицида. И именно поэтому нам необходимо оказывать им помощь. И если мы говорим об эмоциональных переживаниях, и опять-таки в рамках суицида мы с вами начинаем не столько с когнитивных, сколько с эмоциональных, то они испытывают сильнейшую психологическую боль, которая, по сути, раздирает их на части. И эта психологическая боль, в том числе, скопленная внутри тот гнев, который она часто порождает, она заставляет этих людей отказываться от помощи. Она заставляет их идти в сторону изоляции. И одним из самых неблагоприятных симптомов как раз является эта изоляция. В книге «Молчливое горе» есть очень хорошая цитата. Автор пишет о том, что еще одним удивительным открытием, которое поначалу озадачило вас, по сути дела является то, что многие люди не говорили о суициде. Они не говорят о том, что это было. Даже внутри членов семьи. Жена Хамингуэль спустя пять лет только признала, что у ее мужа был суицид. Она не говорила об этом. Она не сообщала. И по большому счету люди действительно никак застывают в этом своем горе, не желая выйти наружу. В стенах вот этого своего горя. Если мы говорим опять-таки о эмоциональных переживаниях, они сходны с одной стороны с эмоциональными переживаниями. Родители, подростки, которые совершили попытку суицида. Но здесь больше появляется чувство одиночества, брошенности вот этой вот самой изоляции и появления саморазрушающих тенденций. Не просто вина и стыд, а вина с наказанием. Наказать себя за это. Это алкоголь, наркотики, самопогреждающее поведение возникает практически у всех близких, родственников, братьев, сестер, у очень многих. Это гнев на человека, который по сути, как они говорят, испортил мне жизнь. И испортил жизнь нашей семьи. Непонимание этого и так далее. И если мы рассмотрим стадии, которые есть, то это прежде всего шок. И шок – то, что кажется нереальным. Просто это невозможно. И психологи называют это такой метафорой, эмоциональной немота, по сути дела. И от этого шока люди часто не могут справиться. На этом этапе наступает такая дереализация, деперсонализация, то есть подтупление восприятия мира. И окружающие видят человека как живого, общающего, ходящего на работу, обсуждающего какие-то вещи. А он живет одновременно в двух мирах таких. После этого наступает отрицание. Многие родители именно на основании в том числе этого шока. Многие родители, говорят, настаивают по сути на том, что это не может быть суицидом. Их ребенок не мог совершить суицид. И отрицание, оно еще связано со страхом, стигмацией. Потому что весь мир будет знать, что их ребенок совершил суицид. И вы знаете, что сейчас суицид подростка расследуется. Есть еще один дополнительный аспект оказания помощи. Это допросы. Это вызовы не только, собственно говоря, родителей, но иногда и одноклассников, друзей и так далее. Поэтому вот на этом этапе тоже очень нужен специалист, психолог, сопровождающий родителей, сопровождающий друзей их. В дополнительном таком стрессе. Для каждого это будет стресс. И отрицание связано с том, что если ты признаешься, то по сути дела человек признается в своей несостоятельности. Он не смог справиться. И поэтому некоторые семьи объявляют заговор о молчании. Еще тяжелее бывает, когда большая семья, часть настаивает на заговоре молчания, а часть считает, что нужно сказать. Но та большая часть, которая говорит, что да, мы никому не скажем, мы скажем, что это несчастный случай, то те, кто хочет об этом рассказать, которые испытывают потребность об этом говорить, они вынуждены молчать и часто не ходят к специалистам, потому что вот есть такой заговор молчания. И, как правило, в заговоре молчания семья старается забыть эту историю, выключить ее. Все видят, как они страдают, но при этом не обсуждают. Чувство вины, оно есть при любом горе, а вот здесь оно будет очень сильным. И люди, к большому счету, переоценивают свою возможность помочь этому. И человек, который испытывает вот это чувство вины, он старается понять, а что можно было еще сделать, наверняка что-то можно было. Он вспоминает какие-то моменты, этапы, на котором еще можно было поправить что-то и так далее, и тому подобное. И, как я уже говорила, в этом аспекте, вот с этим чувством вины, важно еще и получить наказание. Это чувство вины настолько непереносимо, что человек начинает ходить и получать стараться. И, представьте, он обращается в сторону религии. А что нам говорит религия? Суицид – это большой грех. И родители, они сталкиваются с дополнительной такой травматизацией. Ну, знаете, эту стадию можно, там, охарактеризовать, знаете, Достоевский сказал, и звучит набатом, опоздал. Гнев и обменения после этого начинаются. Это несправедливо. Причем гнев и обменения начинаются не только по отношению к профессионалу, не только по отношению к погибшему, к членам своей семьи, что они могли бы быть более внимательны, к друзьям. Они что-то видели, но не сказали. Значит, они настолько его любили, раз они не заметили, что он идет по этому пути. И даже к Богу, как Бог мог так поступить. Потом наступает стадия депрессии и отчаяния. Одна из самых тяжелых стадий – стадия нежелания общения. Стадия того, что никогда, никогда я этих чувств не избавлюсь. И только после стадии депрессии наступает поиск причин, почему это случилось. Мы стараемся, как правило, объяснить это практически на начальном этапе. И вы знаете, даже родители нам покивают, говорят, да, 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 в момент шока. Но они, как я сказала, живут в двух мирах. И это не соединить. Поэтому очень важно при оказании психологической помощи на определенном этапе спуститься и обязательно на вот этот компонент объяснения, почему. По сути дела, как, опять, я не помню все эти слова, что мы как будто бы примеряем туфли умершего человека, поносим их, и только после этого мы можем их снять. То есть давая возможность разрешения, что ли, такой ситуации и, наконец, принятие. Происходит это. И одним из самых тяжелых компонентов является стигмация и самая стигмация. Почему в том числе и наша конференция в каком-то смысле она приносит свой вклад в снижение вот этой вот стигмации общества. Люди начинают стороной обходить человека, у которого ребенок совершил суицид. Что может быть страшнее? И бьется мысль, значит, он что-то не сделал. И прежде всего, если даже вот эта стигмация возникает в том числе благодаря нашим с вами психологическим текстам, нашим с вами психологическим рекомендациям и методическим пособиям. В частности, когда мы их читаем, там прежде всего будет сказано отношения в родительской семье. Вот что толкает ребенка к суициду. На школьных собраниях в качестве профилактики говорят родители ваши отношения, ваше отношение к ребенку, ваше взаимоотношение зависит от того, совершит он или не совершит суицид. Огромное количество прям в больших блоках посвященных родительским отношениям. И, естественно, это читают очень многие, они знают многие. Я говорю, мы набираем в интернете поиск, у нас тут же высветится это. А вот, например, по отношению к родителям этого будет значительно меньше. И, естественно, отношения в обществе это есть. И, знаете, по исследованиям, когда исследовали отношения родителей к родителям ребенка, совершившего суицид, там встречались даже такие высказывания. Мне очень жаль этих родителей, но есть даже чувство почти брезгливости, что как я буду с ней общаться, а у нее вот ребенок-то. Нежелание, да, это настолько страшная для родителей тема, настолько страшно, что они же не хотят общаться с родителями потерявшего ребенка. Отношения СМИ, когда разбирается, какой-то случай, он во всех там средствах массовой информации, а если еще и в социальных сетях где-то, и там есть комментарии, и кто-то пишет такие слова, родителей надо наказывать за суицид ребенка и так далее. И родители читают эти комментарии, не читают эти заметки, которые там могут, знаете, обойти там фонтанка, все что угодно. И это усугубляет их психологическое состояние, их усугубляет на каждой буквально этой стадии. И оно не просто усугубляет. Им очень сложно не только говорить о суициде подростка, им очень сложно говорить об отношении общества к самим себе, об отношении вот этих СМИ. Им сложно говорить, что они испытывают, читая эти комментарии. Поэтому и нужно безопасное пространство, где они могли бы это сделать. Есть понятие стигмы вежливости. Многие хотели бы поддержать, поговорить, но не знают как. Как заговорить? И люди стараются говорить на любые темы, связанные с работой, с праздниками, с чем угодно, старательно обходя тему суицида. Более того, иногда им кажется очень вежливым вообще не говорить, при потерявшем родители, о своих детях. И заходит разговор о детях, мама подходит, и всё. И как сказала одна мама, говорит, мне же не пристало быть матерью. То есть вот это стигма вежливости, самостигмация. Не только стигмация, которая есть, хотя сейчас она, еще раз говорю, она становится намного лучше. Но и самостигмация, как человек думает и проецирует чтение мыслей, как к нему относится общество. И я бы даже, видите, немножко его поставила ниже, потому что они равноценны. И что больше из этого влияет, мы не можем сказать. И действительно, страх стигмации вот этой, он может привести к изоляции, к сокрытию того, что происходит, к тому, как ты держишься. И вроде как получается, что чисто внешне выглядишь, что она практически выключила это. И когда мы говорим вот о самой постренции, то есть, иначе говоря, это будет третичная профилактика суицидального поведения. Безусловно, необходимы разнообразные формы помощи. И я даже сегодня не ставлю своей целью, знаете, проанализировать эти формы, помощи. И есть и сопровождение этой семьи, и психологическая поддержка близких людей непрофессионалами. И группа, открытая форма групп, куда могут прийти родители потерявших детей. И сюда, безусловно, относятся и психологическое консультирование, и психотерапия, и лекарственное лечение. То есть, самые разные формы. Для чего нужна эта помощь, прежде всего? Помощь нужна для того, чтобы интегрировать этот травматический опыт в картину мира, в изменившуюся картину мира, как и в случае ПТСР, очень схожа, чтобы адаптировать эту картину мира. Помощь нужна для того, чтобы люди освободились от вот этой связи с умерших, от тех, как им кажется, они ждут какого-то знака, чтобы этот умерший ребенок, он каким-то образом подал этот знак, о своем прощении и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы сформировать новую систему семейную, для того, чтобы сформировать новые взаимоотношения, которые есть, и сформировать эти взаимоотношения, адаптивные, например, с оставшимися детьми. И с оставшимися детям тоже нелегко, мягко скажем, приходится, потому что либо родители начинают их контролировать еще более жестко, при этом очень часто не говоря о переживаниях ребенка по поводу этого суицида. Или, например, потерявший ребенок, который ушел из этой жизни, он становится абсолютно идеальным, таким вот. И остальным детям очень трудно с ним конкурировать. Если мы с вами берем вот такую схематическую, что ли, форму, то действительно можно поделить на блоки. Это прежде всего разделение горя, где бы это ни было. Разделение вот этого горя и поддержка, которая очень нужна. Вы знаете, слова, самые простые, письма, может быть, открытки, пчени принести, еще что-то, это очень важно. И очень важно, что семья, если семья ребенка, совершившего суицидальную попытку, она оказывается сразу изолированной очень часто. И семья закрывается, и семья, и специалисты. То семья ребенка, который совершил суицид, там немножко иная ситуация, потому что они не могут закрыться полностью. Они вынуждены совершить все эти ритуальные мероприятия и так далее и тому подобное. В то время, как ему хочется уйти. И здесь будет очень, они не могут это сделать. Здесь будет очень важный этап, когда друзья, близкие, знакомые окажут помощь. И одна из задач поддержки, например, психологической, заключается в том, чтобы родственникам, остальным, друзьям, знакомым рассказать, не только помочь им справиться с их представлениями об этом, но и помочь им получить навыки, как поддержать. Это очень важный навык. Второй блок – выражение эмоций. А третий блок – попытка в сочетании понять. И эта попытка, она будет истись таким сложным коктейлем. Вроде как старается понять, но тут же и вина, и стыд, и потерянность. И если говорить о вине, и там, и там будет вина. Но в случае потери вина будет значительно глубже, и к этому превращается стыд. Как сказала одна мама, я ухожу на улицу, и мне стыдно, что я такое совершила. И мне кажется, что вот сейчас все люди это видят. И говорят, как ей не стыдно. Следующая фаза – именно понимание причин, и дальше переосмысление, в том числе переосмысление смерти, жизни и так далее, и возможность двигаться. И немаловажным аспектом является, чтобы вот эту помощь, возможно, в группах оказывали те, кто уже прошел такой путь. Потому что если мы говорим о суициде, и ведь у нас очень разное отношение к суициду, действительно очень разное. Даже в обществе наверняка вы говорили, и если мы вспомним слова того же Брюсова, который говорил, «И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал в ваших искушений самоубийство и любовь?» Знаете, ставя это вместе. Мы знаем случаи, когда кто-то говорит, «Лу, молодец», а кто-то это осуждает. Но по отношению к суициду именно подростка, подростка, вот эта стигмация будет развита в большей степени. Именно в позиции родительства как такового. Поэтому я думаю, что необходимо сделать, открывать группы, которые есть. Наша АКПП пытается это сделать, ассоциация, да, Дмитрий Викторович? Да, все верно. Учить психологов, каждый год, вот второй год, мы открываем группу, такую помощь, не группу помощи, а День поддержки потерявших. Это может обучить именно школьных, в том числе психологов, помочь пережить, не только пережить, но и оказать помощь тем же родителям, которые взаимодействовали с классом, все это было, и вдруг, знаете, такая стена молчания, изоляции опускается. И такая помощь в каком-то смысле это спасение жизни. Вот, собственно, о чем я хотела поговорить. Есть ли вопросы? Спасибо большое, уважаемая Маргария Хаджимаровна. Действительно, очень важную тему вы подняли, и необходимость такой достигматизации родителей, поскольку они находятся под таким прессингом, и действительно одна из самых таких сложных групп риска с высоким риском суицида, индуцированного уходом ребенка из жизни. И напоминаю, коллеги, мы об этом поговорим тоже и с Леоней Алавердовой. Тема будет касаться как раз работы волонтера с группой риска, с родителями, родственниками, друзьями, того, кто совершил завершенный суицид. Сейчас я перехожу к вопросам. Вопросов много, поэтому боюсь, что мы все не успеем, но буквально несколько, которые удастся осветить. Елена спрашивает, какие бы техники поработать с эмоциональными блоками, так она их обозначила в тексте, вы бы порекомендовали. Вы знаете, вы можете использовать практически все техники той же КПТ, которая работает с тягостными, тяжелыми эмоциями. На мой взгляд, именно в КПТ вот этот круг вины и стыда, он один из лучших. Мы можем поработать с техниками, которые помогают родителю снизить вот это эмоциональное переживание, которое есть. Например, того же эмоционального серфинга, вот мне очень нравится эта техника, когда родитель способен контролировать эту эмоцию, отслеживать эту эмоцию. Но, знаете, над всеми этими техниками стоит техника нормализации. Знаете, она венчает, она начинает первое. Нормализация этих состояний, потому что даже тягостные переживания не так рвут человека на части, как противоречивые. Спасибо большое. Ариэль спрашивает, какие книги вы порекомендуете родителям и родственникам, подростка, с суицидальным поведением или совершившего суицид? Сложно. Здесь сложно. Вы знаете, в конце моей презентации будут статьи, которые вы можете, их немного, которые вы можете посмотреть и почитать. Лианы книга, вот, например, да, которую можно почитать. Такую рекламу сделаем, пережить совершенно верно. Есть другая, еще и ее же книга, да, которая есть, вы можете это посмотреть. Вы знаете, у нас, к сожалению, очень немного литературы на эту тему. Ну, что немного, я вам скажу, мало, да. А вот литература, которая нужна именно родителям, которая является такой поддержкой, которую можно им дать, да. И вот даже, ведь мы составляем с теми же родителями тот же план безопасности, и тут очень хочется что-то дать еще. Вот, к сожалению, такого нет, и я надеюсь, мы будем это переводить. Спасибо большое. Буквально в режиме Блица придется несколько вопросов, что успеем. Анна спрашивает, могут ли селф-харм и суицидальные высказывания в подростковом возрасте носить демонстративный характер в скобках желания продемонстрировать группе таких же подростков принадлежность этой группе через это, видимо, через эту демонстрацию высказанную? Селф-харм, да. Но у нас было понятие шантажного суицида, да. И я считаю, очень правильно, что его убрали. Нет шантажного суицида. Человек, который демонстрирует, в том числе и своему окружению, да, человек, который ищет это, да, у него что-то происходит. Да. Может быть, какая-то мысль, может быть, в этот момент он вдруг понял, что ага, суицид возможен. Это выход, выход, да. Ведь тоже мы говорим, что иногда даже сама мысль о суициде, она успокаивает человека. Ну, в крайнем случае, я использую вот это, да, вот такое. Поэтому я бы не назвала это общими шантажными попытками и так далее. Даже когда групповой суицид, это не значит, что у них заражение произошло. Да, есть понятие заражения, но скорее в том, что они говорили друг друга совершить, но то, что за этим не стояло таких мыслей и не стояло эмоциональной боли, конечно, нет. Это в том, не более того. Анна спрашивает, в каком направлении тогда вести работу специалисту, когда есть вот такие, в том числе, внешне выглядящие как демонстративные формы? В направлении попыток суицидального поведения. И Барабанова Ксения спрашивает, подскажите, пожалуйста, с каких слов уместно начинать разговор с родителем ребенка после суицидальной попытки? Ведь заранее мы не знаем отношение родителей к произошедшему. Спасибо, Ксения. Вы знаете, имеет смысл поздороваться. Начинаем мы с этого. Мне сложно сказать, с каких именно слов. С родителями, потерявшего ребенка, мы начинаем с соболезнования. Безусловно, да. В любом случае. С родителями ребенка, который совершил попытку. Я начинаю с того, что с представления и со своей роли. И это будет роль помощника. Я могу, хочу вам помочь. Как я могу вам помочь? И тогда мы уже выясняем и отношения, и все на свете. Но именно я бы не начинала с высоты сверху. Я специалист, который вам сверху дает какую-то суперрекомендацию. И это очень важно поставить именно такой вопрос. Потому что испуганный, ошарашенный, обалдевший в каком-то смысле родитель, он часто приходит и говорит, вы наша последняя надежда. Все, больше никого нет. Вы наша последняя надежда. И мы в таком положении. Знаете, очень трудно быть последней надеждой. И мы говорим о том, что я вижу, что вам плохо и вас очень тревожит то, что с вами происходит. Там перекладываем это. Это не ответственность и перекладывание, но и не вот это вера родителя. Поэтому я предлагаю выступать в роли помощника. Чем я могу помочь? Я хочу, чем? Давайте обозначим. Вот так. Спасибо большое, Маргарита Хаджимаровна. Очень много вопросов. К сожалению, мы их сейчас не успеем из-за регламента, чтобы дать возможность с остальным спикером в него уложиться за датях. Но благодарим вас и надеемся на следующих мероприятиях эти вопросы все развернуть, осветить и дать возможность ответить. Еще раз спасибо за участие многолетнее в наших мероприятиях и в этой конференции, посвященной проблемам суицидов. И до встречи тогда в следующем году на этом же мероприятии и на других наших мероприятиях, в частности, на форуме юбилейном. Будем очень ждать. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. И я с удовольствием приветствую Евгения Юрьевича Абриталина, профессора, доктора медицинских наук. И буквально до сентября этого года заведующего кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии СГМУ, где мы работали под руководством как раз Евгения Юрьевича на этой кафедре. Но сейчас Евгений Юрьевич заведует кафедрой психиатрии и психотерапии с клиникой в Институте медицинского образования МИЦ имени Алмазова. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Я благодарю вас за приглашение на сегодняшнюю конференцию традиционная конференция, в которой у меня уже не первый раз впечатлилось участвовать. И позвольте тогда перейти к докладу, поскольку время у нас страшно ограничено. Спасибо большое. Я сразу же перейду к сути своего выступления. Уважаемые коллеги, поскольку в названии уже обозначен транзактный анализ, то, говоря о той теме, которую мы сегодня с вами обсуждаем, суициды, агрессия, контексты транзактного анализа. Стоит вспомнить, конечно, несколько слов сказать о его основателе Эрике Берни, имя которого знают большинство присоединившихся к нам, как минимум по известной книге «Игры, в которые играют люди». Ну, а суть того, что в свое время озвучил основная, так скажем, концепция направления, которое в дальнейшем уже получило развитие и с помощью последователей Эрика Берна, это представление структуры личности в виде трех эго-состояний родительское, взрослое, дитя. И эти эго-состояния представляют собой поведение, мысли и чувства, либо скопированное у собственных родителей, либо значимых лиц родительское эго-состояние, либо поведение мысли и чувства, ориентированное на здесь и сейчас, по большей части рациональное наше мышление, поведение, ну и либо это поведение мыслей и чувства, которые мы берем из детского возраста, это вот наше детское эго-состояние. Когда же мы говорим о работе в рамках консактного анализа с различными пациентами, в том числе пациентами, имеющими алкогольные проблемы, а алкоголь нередко является входными воротами суицид, облегчает суицидальные действия и уменьшает степень птического осмысления происходящего, поэтому, конечно, мы утверждаем, что алкоголь является собственно провоцирующим фактором, но он является тем пусковым источником, который может действительно облегчить реализацию суицидальных набедений, до этого подавляемых и компенсированных пациентам. И в рамках транзактного анализа очень приняты так называемые контракты и система и работая с инцидентами, работая с пациентами, имеющими алкогольные проблемы, мы также используем контракты. Контракты могут быть различные, это могут быть краткосрочные контракты, буквально на одну сессию, которые не всегда описаны, не всегда они на бумаге залагаются, они могут быть в устном варианте, могут быть долгосрочные контракты, имеющие уже более конкретные цели и в своем тексте прописывающие те условия, которые предполагаются в этом контракте реализовывать. Ну и в контракте обязательно определяется доля ответственности каждой стороны психотерапевта и клиента, при этом психотерапевт подтверждает свою готовность оказывать помощь, в каком-либо объеме, да, это может быть какое-то определенное ограничение, психотерапевт может быть всегда доступен для клиента, не все 24 на 7, но в контракте это тоже может быть описано и возможные варианты, так скажем, оказания помощи, на что клиент может рассчитывать, чтобы все было достаточно прозрачным и клиент не оставался один на один со своей проблемой. Ну, как некое продолжение, может быть контракт дополнения, может быть план безопасности, о котором я скажу чуть позже, где тоже более подробно расписаны шаги, которые может предпринять клиент в случае возникновения у него кризисного состояния, кому он звонит, кому он обращается, если он может дозвониться к психотерапевту, кому он тогда может обратиться, это тоже в таком плане безопасности может быть отражено. Для того, чтобы контракт работал, во-первых, нужно быть уверенным, что мы заключаем его с взрослым эгосостоянием, что наш клиент понимает, о чем идет речь, взаимное согласие, готовность подписать контракт, она должна быть неформальной, не просто подсунули бумажку, и формальная подпись, совершенно не обладающая никакой психотерапевтической силой, потому что, конечно, мы говорим о контракте именно в психотерапевтическом контексте, а не юридический аспект, который позволяет психотерапевту иногда снять с себя ответственность. Да, такой контракт тоже может быть, но не снимающая ответственность, скорее, может быть, более четко обозначающая ее границы. Это вот четвертая составляющая хорошего контракта, это следование законной цели, следование тем принципам этическим, которые приняты в сообществе, в рамках которого практикует психотерапевт. Но очень важно, чтобы контракт, я уже подчеркнул, заключался между взрослыми эгосостояниями, и пациент понимал, на что он может рассчитывать, ну, а психотерапевт, соответственно, не формировал несбыточных ожиданий. Кроме того, в рамках контракта также могут быть оговорены и прозрачные формы компенсации, финансовые, или, может быть, и не финансовые. Мы работаем иногда в государственных учреждениях, где мы берем денег с наших пациентов, но при этом все-таки должна быть какая-то ответственность со стороны пациента, выполнение домашних заданий, снижение режима, может быть, да, какие-то ограничительные, скажем, мероприятия, на которые готов пойти и пациент, они в контракте тоже могут быть описаны. Вот пример контракта, такого договора, договор-контракт, в любом случае, это синонимы используется, договор о несамоубийстве и антисуицидальный контракт. То есть этот контракт мы можем предлагать, ну, это как вариант, скажем, здесь, конечно, могут быть различные формулировки, более гибкие по отношению к тому пациенту, с которым мы работаем, ну, вот пациенту, которого, возможно, уже были какие-то парасуицидальные попытки разрешенной суициды, если он сейчас в том состоянии, в котором мы можем работать, то есть в остальном по суицидальном периоде, когда ему преимущественно может быть нужна там больше диалогическая терапия, а психотерапия не предполагает еще тогда формирование контракта в силу того, что взрослое эгосостояние может быть недоступно. Да, мы с таким пациентом пытаемся работать, но взрослое состояние его может быть сильно контаминировано, находиться под властью детского эгосостояния, и подписание контракта в остальном по суицидальном периоде будет не результативно в большинстве случаев. А когда пациент все-таки уже готов к активной интервенции психотераптической, то можно ему такой вариант контракта предложить. И если мы работаем с алкогольными на аутоагрессии, то здесь, конечно, не только такой контракт, они могут быть различные, и это может быть и не только аутоагрессия, гетероагрессия, тогда мы контракт на контроль агрессивных импульсов составляем. Это договор о несумасшествии, когда человек совершает совершенно неразумные поступки, и нам целесообразно, так скажем, немножко стабилизировать его с помощью такого контракта поведенческих активных операций. Договор о неубегании из терапии и ситуации, требующие физического и психического присутствия. Это контракт, особенно актуально предлагать пациентам, которые бросают терапию на полпути или даже на начальном этапе и меняют психотерапевтов, врачей, как перчатки. Когда ты подошел, там что-то помешало, такой контракт он немножко стабилизирует. Контракты могут иметь ограниченную какую-то длительность, так скажем, да, и особенно, если мы говорим, допустим, о контракте неупотребления алкоголя с пациентами, правило вначале это все-таки ограниченная длительность контракта, допустим, между сессиями и последующей сессии, если это происходит по каким-то причинам, может быть, редко, скажем, не каждый раз, неделю, две недели, контракт такой может все-таки давать определенную ответственность формировать у пациента, если мы его заключаем на уровне взрослого эгосостояния и давать определенную защиту, поскольку в рамках контракта, еще раз говорю, описываются те стратегии, те контакты, может быть, которые будут необходимы пациенту в случае возникновения у него кризисного состояния. И контракт, если мы говорим о неупотреблении алкоголя, в частности, он имеет свою тенденцию к расширению. То есть, в идеале, по мере продвижения в рамках нашего психотерапевтического взаимодействия с пациентом, пациент и сам предлагает, давайте мы расширим границы контракта и, может быть, даже сделаем полностью на неупотребление вообще кризису, алкоголик. но это идеально называется. Мы здесь не форсируем, не настаиваем и идем за пациентом. В определенной мере, конечно, все-таки его стимулируем, мотивируем к тому, чтобы он оказывался от употребления вещества алкоголя в данном случае, но если это реализуется, то, естественно, это тоже является неприемлемым способом решения проблем. Текст договора, безусловно, должен быть понятен, он должен быть простым, может быть, даже тот текст, который был представлен громоздок, но его мы можем упростить или наоборот детализировать в зависимости от конкретного пациента. Ну и еще раз говорю, что договор он дает определенную защиту, то есть важно пациенту донести до его понимания, что это не просто бумажка договора, который мы подписываем формально, а он дает некую защиту пациенту, ну вот, и позволяет перекрыть так называемые аварийные люки. Да, вот в предыдущем докладе немножко об этом говорилось, что под этим имеется в виду. Это некая мысль о том, что если совсем все будет плохо, то я могу совершить все будет, да, ну вот, когда все достанет, особенно если такой способ уже ранее использовался, вариант филизов, пара суседания действий, или же в ближайшем окружении у пациента, есть такой повод для подражания, если можешь сказать, кавычкой, то вот такие аварийные люки, они как экстремальные сценарные выборы могут быть сознанием у наших пациентов, и люди с трагическими сценариями, они могут держать эти люки как бы приоткрытыми, быть в готовности при неблагоприятном развитии событий совершить суть. Когда мы работаем с пациентами в рамках транзактного анализа, мы анализируем так называемую сценарную матрицу, то есть, что привело к формированию сценария, ну и в том числе сценария алкоголика. Сценарии формируются преимущественно по линии приказаний и разрешений идущих, ну либо от наших родителей от их детских эгосостояний, либо от лиц их замещавших значимых лиц. Приказания и разрешения они даются в раннем детстве, как правило, даже есть мнение, что это чуть ли не в магическом возрасте получается, ну это достаточно гибко, и мы не в праве утверждать, что это именно в детском возрасте, но в значительной части, вернее в самом младительском возрасте, но в значительной части случаев речь идет о том, что это такие весьма деструктивные посылы, которые часто не в прямом вербальном варианте озвучиваются, а иносказательно доносятся до сознания наших пациентов. Есть мнение о том, что иногда вроде бы родители не дают таких приказаний, но в ответ на них каким-то образом решение принимается в рамках традиционных приказаний разрешений. Но мы сейчас не будем, конечно, анализировать все эти приказания разрешения, нам достаточно остановиться на одном, самым значимым для формирования именно такого деструктивного алкогольного сценария, это приказание не живи. Приказание не живи, оно может очень по-разному транслироваться нашим пациентам, например, мать может на каждом дне рождения напоминать своему ребенку о том, что он ей с трудом достался, что когда она его рожала, что она чуть не погибла, и было Песарева, и было еще что-то, и вообще они беременность не планировали, и вот отец ушел из-за него, ну и разные варианты. Она напрямую, конечно, не говорит мне о том, что не живи, но ребенок может для себя принять такое ощущение, что я своим рождением причинил боль окружающим, или, наверное, я вообще заслуживаю того, чтобы быть наказанным за это. Эта мысль, она может в разных вариантах трансформироваться, ну и один из вариантов в том числе это убивание себя постепенное с помощью алкоголя, то есть это может быть не упрямой суицид, но фактическое употребление алкоголя это расширенность суицид, потому что в финале все равно смерть от последствий алкогольной зависимости. Ну и вот приказание не живи, это наиболее сильный толчок к принятию человеком решением разрушать себя разными способами, в том числе и с помощью алкоголя. В некоторых дисфункциональных семьях не так завуалированно преподносится это приказание может даже практически прямым текстом озвучиваться, а лучше бы не было, жили свой пожертвовал ради тебя, для тебя скоро умру, ты меня доведешь, там, могилу загонишь и так далее. Ну вот такие полушутливые, вроде как они в шутку даются, но озвучиваются, убил бы тебя за это, когда сделал что-то, ребенок не то, чтобы ты сдох там полностью, в конце концов, как ты меня уже достали. Ну вот такие фразы, они, казалось бы, не несут под собой глубокого смысла, но могут все-таки восприниматься как дополнительные, если так можно сказать, монеты в копилку, продавания этого приказания не живи. И каким же образом мы работаем с пациентами, есть несколько вариантов, ну в частности со сценарным выбором, работаем в рамках так называемой терапии разрешения. Разрешение это, по мнению Гаррика Берна, главное терапевтическое орудие сценарного аналитика, потому что он представляет возможность пациенту не следовать тем сценарным предписаниям, которые у него есть, и наконец-то отказаться от глупости и начинать думать самому, своей собственной головой. То есть разрешение это своего рода лицензия на разрешение думать и не следовать сценарным предписаниям. Ну вот как это реализуется в практическом контексте между пациентом и клиентом, между терапевтом и клиентом устанавливается тесная взаимосвязь и задача терапевта постепенно в сознании пациента занять доминирующую роль по отношению к интроектам родительским. то есть по мере того, как формируется тесная эмпатическая связь между терапевтом и клиентом и терапевт становится значимым и значимой личностью для клиента его интроект помещается в родительском эгосостоянии и становится более значимым, чем родительские интроекты, которые ранее там присутствовали. И тогда приказание и тогда указание разрешение не следовать ранним приказаниям будет воспринято действительно в нужном полутексте, потому что просто на уровне сознания, на уровне не сформированного терапевтического альянса мы все говорим своим пациентам, что их поведение не экологичное, но, понимаете, далеко не все они моментально меняются в своем поведении. В каких же случаях, какие условия нужны для того, чтобы терапевт действительно имперпорировался и его разрешение не следовать этим приказаниям было воспринято, услышанно клиентам. Терапевт должен быть гибким, то есть он должен знать о слое формирования сценария, может предложить альтернативные выборы, которые могут быть приемлемы для данного клиента, но которые он по каким-то причинам отвергал, не видел, кроме потребления алкоголя, ничего для себя не видел в перспективе. Терапевт должен быть в определенной мере лучше, сильнее, эффективнее в собственных биологических родителей пациента. То есть ему как бы тянется клиент. И терапевт должен предоставить защиту для того, чтобы ослушание родительских программ не привело к тому, что актуализировался страх из детского состояния, за непослушание, я могу быть наказан, не могу умереть и так далее. Поэтому если чуть-чуть подробнее эти три условия расшифровать, то гибкость представляет собой как раз формирование теоретических отношений, которые преимущественно формируются между частями детских эгосостояний, которые мы называем взрослый в детском эгосостоянии, маленький профессор. Это преимущественно наша интуиция. Сила это трансиделизация некого образа терапевта, когда он никоим образом не демонстрирует свои, может быть, какие-то слабые стороны пациенту. Ну, а если мы говорим об алкогольной теме, то, конечно же, он не позволяет прийти в непрезвом состоянии, без похмелья, категорически, да и вообще затрагивал алкогольную тематику. Здесь есть определенные дискуссии между специалистами. Одни придерживаются мнения, что врач, который прошел свой собственный опыт, специалист, который имеет свой собственный опыт, он может поделиться, и тем самым терапевтический альянс будет более прочным. Противники этого мнения наоборот говорят о том, что мы тем самым делаемся менее значимыми для наших клиентов, и они нас не будут воспринимать с должной мере мерить. Эта сила, которую мы хотим продемонстрировать, она не получится, если терапевт будет рассказывать о своих неблагоприятных жизненных периодах. Но во всем хороша золотая середина. Еще раз говорю, что терапевт наверное может в определенной мере донести до сознания пациента возможность преодоления тех проблем, с которыми пришел пациент на основе собственного опыта, но никаким образом не демонстрируется слабая стороны здесь сейчас. Ну и наконец защита, я уже частично об этом говорил, частично может быть озвучено в договоре, в контракте, ну а может быть более детально еще прописано в плане безопасности, где четко самим пациентом его собственной рукой на сеансе вместе с психотерапевтом описано кому он может позвонить в первую очередь, кому вторую, телефон психотерапевта, в каких ситуациях он звонит, если это не 24 на 7 доступность, какие альтернативные варианты есть, телефон физического центра, если он может позвонить или не дозвонился даже в то время, когда психотерапевт может быть доступен, но всякие разные бывают ситуации, когда мы можем дозвониться, в том числе проблемы с мобильной связью. Моменты описываются в плане безопасности и этот план безопасности он должен быть доступен для пациента, не просто где-то отложен, а желательно иметь несколько копий, чтобы швейке лежало, на мобильном телефоне, может быть на холодильнике, особенно в тех местах, которые может быть наиболее опасны с точки зрения появления алкоголя или актуализации субсидальных тенденций. Ну и финальный вариант еще в рамках сценарного перепрограммирования это терапия перерешения. Если решение это разрешение, если разрешение это возможность не следовать сценарному выбору, то перерешение это фактически его полное обнуление. Здесь что происходит безопасно для клиента условиях, если это индивидуальная психотерапия, должна быть достаточно комфортная обстановка, если это групповая, то тоже группа должна быть соответствующей, должность доверия к терапевту, пациент может осуществить регресс до возраста полученной травмы, в ходе которой было принято решение следовать сценарному выбору не живи и воспроизводится эта сцена уже в настоящем времени из того состояния, в котором сейчас пациент с имеющимися у него уже ресурсами и в итоге пациент может принять новое решение в противовес старому, которое было принято тогда, когда он не имел этих ресурсов, когда он был возможным ребенком, в частности в публикации, которая фигурировала в качестве ссылки на предыдущих слайдах, у него описан такой случай, когда девочка 5 лет регрессировала в это состояние, вспомнила, что, вернее, когда женщина регрессировала это состояние, вспомнила, что в возрасте 5 лет она слушала под дверью, как ее родители ссорятся, мать подъявляет претензию отцу, говорит, почему ты не любишь нашу дочь, он ей говорил, что вот он ее не очень-то любит, потому что она, скорее всего, не от него, и мать ее нагуляла. Ну и, конечно, девочка в тот момент никаким образом на эту ситуацию не повлияла, а в процессе терапии она представила, как она заходит уже в эту комнату и вступает в диалог со своими родителями, то есть, с отцом, желая расставиться в точке руки и получить от него обратную связь, почему он к ней так относится, действительно ли он считает ее своей дочерью. Ну и вот, когда такой опыт проводился с конкретной клиенткой, она долго время сидела на стуле, переживая в своем воображении всю эту ситуацию, в какой-то момент даже расплакалась и сказала, что отец мне ответил, что он это сделал, в общем-то, чтобы насолить матери, конечно, он так и читает, он ее любит и считает своей дочерью. Таким образом она перерешила эту ситуацию и после этого уже по сути детский футболизировался желание не живи в рамках этого ранее принятого решения. Но еще раз хочу сказать, что клиент принимает новое решение сам, а терапевт ему только обеспечивает безопасные условия, не настаивая и не делая театрактическую работу за самого пациента. Уважаемые коллеги, благодарю за то, что вы меня слушали и в тот же случае некоторая информация о нашей капитале, которую сказал Дмитрий Викторович. Спасибо большое, Евгений Викторович, за такой яркий и наглядный еще одновременно доклад с такими очень говорящими иллюстрациями. Видимо, это тоже вызвало такой живой интерес. И есть вопрос у участника по имени Андрей. Он спрашивает, когда сам себе говоришь, лучше бы ты умер, лучше бы тебя не было, что делать в таком случае? Психотерапия вообще принято самому проходить личную терапию, поэтому, наверное, при таких собственных приказаниях имеет смысл обратиться к коллегам, почему они откуда не используются. да, то есть в таком случае, конечно, даже специалистам важно рассматривать, нет ли в этом вот таких родительских посланий и такого латентного суицидального поведения, которое тоже рядом авторов рассматривалось в форме таких вербальных высказываний. И такой необычный вопрос, не знаю, согласитесь ли его подробно раскрыть, но Волкова Анастасия пишет, Здравствуйте, у нас с коллегой возник спор, подскажите, пожалуйста, татуировка является аутоагрессией и элементом селф-харма или нет? Или это можно отнести только к татуировкам самообезображивающего характера? Ну, действительно, нельзя такие категорические позиции принимать, все татуировки рассматривать селф-харм, аутоагрессивные действия, тем более, что все меняется, мода меняется, если там 20-30 лет назад мы татуировки под другим углом рассматривали, то сейчас это действительно многим воспринимается как дань моды, поэтому, наверное, каждый конкретно индивидуальный случай должен анализироваться, и мы задаем вопросы пациентам, а что означает татуировка, а при каких условиях он и сделал, и информацию, которая нам предоставляет, уже дает нам возможность сделать вывод, что в данном случае означало татуировку. Спасибо большое. И завершающий вопрос от Софии. Насколько сильно выраженным обычно бывает сопротивление людей с алкогольной зависимостью в попытке перерешить в кавычках травмирующую ситуацию? Ну, вообще работа с зависимостями весьма непростая, особенно если мы имеем дело уже с личностно измененными клиентами, сопротивление может быть весьма значимым, но надо быть уверенным, что мы действительно работаем сейчас у нас со взрослой частью личности, я об этом в описании контракта, поэтому там может проводиться деконтаминация, работа на стульях с отдельными эгосостояниями, и сопротивление оно может быть неосознаваемым, человек может вроде бы и соглашаться с тем, но мы видим, что он регрессирует в эгосостоянии, не находится сейчас в том эгосостоянии, которое нам необходимо, поэтому в целом, да, это проблема отдельная, которую стоит учитывать, и, конечно, его не ломать, не преодолевать, а по сути оно преодолевается именно формированием качественного теоретического альянса эмпатии психотерапевта к клиенту и установлением доверительных отношений. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Отдельное спасибо за такое регулярное участие в этом нашем совместном мероприятии, и ждем вас также и на следующем, уже девятом таком конгрессе, и на нашем форуме юбилейном, и на других наших мероприятиях. Спасибо за многолетнее сотрудничество. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, спасибо. С удовольствием, спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Олег, я с удовольствием хочу представить следующего докладчика Альберта Альберта Муртазина, преподавателя нашей Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, консультанта когнитивно-поведенческих центров BCBT, врача и клинического психолога. И также хочу напомнить вам о том, что после доклада Альберта Инсировича у нас будет такая сессия вопрос-ответ с Леаной Лавердовой, Леона Леонидовна, автор нескольких книг, волонтер Американского фонда превенции суицидов с большим опытом работы с группами родственников и друзей жертв суицидов с такой группой риска, как мы уже обсуждали и как некоторые докладчики сегодня уже подчеркивали в своих сообщениях, поэтому ждем ваши вопросы и присоединяйтесь еще к такой интерактивной форме возможности получить вопрос от такого компетентного специалиста, в том числе автора тех книг, которые мы сегодня уже отмечали и на докладе, в том числе Маргарита Хаджумаровна, мы касались того, что книг таких немного, и вот в том числе на русском языке вышло сразу несколько книг Леоны Леонидовны «Пережить утрату близкого человека, как помочь себе другим» один из таких источников. Спасибо. Альберт Назирович, рад вас видеть. Здравствуйте. Тоже очень рад. Здравствуйте, Дмитрий Викторович, здравствуйте, коллеги. И спасибо, что анонсировали доклад, спасибо, что анонсировали ближайшую такую интерактивную встречу за этим докладом. И я бы с удовольствием продолжил с темой о работе с потребностями, в продолжении того, о чем вы, Дмитрий Викторович, рассказывали. Я сейчас включу свою презентацию. И я видел интерес коллег в чате сегодняшней трансляции. И я думаю, что попробую раскрыть эту тему еще немного больше для тех, у кого есть к этому интерес, чтобы люди уже имели в своих руках какие-то технологии. И здесь действительно важно сказать, что работа с ценностями и всем потребностями становится важной частью КПТ и важной частью нашего обучения в ассоциации коллективной подъеденческой психотерапии. И я в этот момент начну свой доклад. Спасибо большое. Здесь я хочу сказать, во-первых, то, что о потребностях так или иначе говорят давно и в контексте работы с суицидальным поведением и самовыреждающим поведением. И вот только такая выжимка некоторых коллег, выжимка информации от некоторых коллег, которые занимаются и занимались этими вопросами. Вот как особенностями психологического функционирования считалось связи с потребностями, да, причем в нескольких важных аспектах. Повышенная напряженность потребностей, конкретные, актуализация конкретных потребностей, например, эмоциональной близости и такой элемент, который мы часто рассматриваем в контексте РЭД и в контексте КПТБ как низкая фрустрационная толерантность. И один из основателей суицидологии как науки Эдвин Шнайдман подчеркивал в своих книгах, статьях, то, что важный общий стрессор при суицидах – это неудовлетворенные психологические потребности. И также он говорил о том, что это можно выразить через такой термин, как psych ache – душевная или психологическая боль, возникающая из-за фрустрации таких потребностей, потребностей человека, как потребности принадлежности, достижения, автономии. И в том числе об этом мы сегодня поговорим. Здесь Дмитрий Викторович уже приводил этот слайд. И я ценю внимание на то, что терапия, ориентированная потребность, которая сегодня развивается в ассоциации, это подход, который базируется на достижениях, в том числе КПТБЭКа. И он дополнен концептуализацией. Его концептуализация включает в себя дополнительные потребности и ориентация на два уровня обработки информации. То, о чем Дмитрий Викторович Бэк рассказывал достаточно давно, то, о чем Аарон Бэк написал в своей статье 2015 года. И мы на этом делаем особенный акцент в работе с нашими клиентами, в которых проявлено суицидальное поведение, даже до степени поведения, суицидальные когниции и когниции, связанные с самоповреждениями. Ну и, конечно, и в контексте терапии и сегодня я упомяну несколько специфических техник, которые могут быть использованы для работы с потребностями и ценностями. И немного более дополненный вариант определения, который говорил Дмитрий Викторович, можно так или иначе связать состояние это с процессами адаптации, процессами адаптации, но в широком смысле это все процессы регуляции. Мы здесь можем выделять и гомеостаз, как некий баланс в организме, и обмен веществ, как некую отдельную категорию, ну и изменения внешние и внутренние, которым постоянно подвергается любой индивид. Мы для удобства работы и для удобства психообразования разделяем потребности на три большие категории. Эти три категории понятны всем коллегам и всем клиентам, что это биологические, социальные, психологические потребности. И когда мы говорим в контексте суицидальной когниции, суицидального поведения, мы можем держать в голове, что нам нужен так называемый чек тех потребностей, которые мы относим к биологическим, насколько здесь хорошо они удовлетворяются. Но мы держим в голове, что очень часто являются фрустрированными именно социальные и психологические потребности. Здесь мы говорим о социальных в таком общем смысле, как о потребности в связи с другими людьми. И тут важны разные типы связей, как очень близкие, так и может быть достаточно отдаленные контакты, но тем не менее регулярные. Ну и психологически это потребность в поддержании картины мира, это более такие индивидуалистичные потребности. Между ними должен быть баланс и для нас важно и то и другое. Ну и говоря о ценностях, мы выводим их в том числе из потребности в поддержании картины мира. И из этого это отражается в том числе в самом определении ценностей, которые мы выводим в терапии, ориентированной на потребности. И если говорить об этом определении, то ценности это выбранные на эффективном уровне короткой информации. Это снова отсылка к тому, что есть два уровня, в том числе по Арну Беку. Важно, что они вербализированы и важно, что это именно жизненный принцип. Ну и дальше мы их определяем как необходимые для удовлетворения потребностей в создании и поддержании картины мира. Идеально, если они отвечают на вопрос, каким я хочу быть, какой я хочу быть, что я хочу делать. И важно, что ценности, в отличие от действий, целей, устремлений, они являются процессными. То есть они не имеют результата. Мы в работе с клиентами обращаем на это внимание, что мы можем планировать какие-то конкретные действия каждую неделю, и они будут так или иначе усиливать те ценности, которые человек выбрал. Создавать для него такую значимую полноценную жизнь. И вот это вот ощущение той жизни, которую человек сам выбирает, может изменить, сильно влиять и на убеждения, которые есть у человека с уицидальными когнициями, но и в конечном итоге влиять на то поведение, которое мы видим. И нам наряду с работой с ценностями, важно говорить об изменениях на поведенческом уровне, на уровне конкретных действий. Здесь мы как раз говорим о результате. О том, что у каждой цели или устремления, или конкретного действия, как такого небольшого шага, есть свой результат. Ну, такая небольшая визуализация для понимания отличия цели от устремлений. Устремление – это важное понятие в контексте карантинотерапии ориентированного восстановления, которое развивается уже на протяжении 20 лет. Толчок этому дал Аарон Бек, сегодняшний руководитель это направления Пол Грант, Инверса и другие коллеги в институте Бека. И это понятие мы тоже используем в контексте терапии ориентированной потребности. Мы видим, что у нашего клиента есть, ну, осознаем мы это, да, говорим мы об этом или нет. В любом случае мы говорим или подразумеваем систему потребностей, ценностей и смыслов. Да, смысл у нас выводится из ценностей. И мы можем привести такую метафору горных походов. То, что есть какой-то план на ближайшее восхождение. Человек понимает то, что у него это займет столько-то времени, столько-то других ресурсов, и он видит эту конкретную цель, обычно привязанную ко времени. Она максимально понятна, ее проще всего расписать по шагам. И мы такую штуку, которую мы можем чаще всего определить по аббреватуре смарт, называем целью. При этом у того же человека может быть устремление. Да, это какой-то следующий горный пик. Человек пока не знает, какая будет погода, не знает, какие будут условия для восхождения на следующий пик. Но он знает, что достигнув одного пика, он может перевязать какое-то время, побыть в тепле, в комфорте и уже планировать следующее восхождение. Он примерно понимает какие-то шаги, которые будут на пути к этому устремлению, но, может быть, пока не знает конкретного времени. То есть устремление – это нечто такое большое, похожее на мечту, но, тем не менее, это можно выразить в последовательность конкретных шагов. И вот таким образом легко запомнить основные понятия, которые мы используем в когнитивной терапии ориентированной на восстановление и в терапии ориентированной на потребности. Ну и еще раз я привожу концептуализацию, которую несколько лет назад ввели Дмитрий Викторович Максим Александрович. Здесь мы видим определенную связь той концептуализации, которая у нас уже есть по Джудитбек, с потребностями, во-первых. И мы видим два уровня обработки информации. Вдобавок к автоматическим мыслям и когнициям, убеждениям, у нас есть также произвольные мысли и убеждения. Ну и давайте свяжем то, о чем мы говорим с нашей такой классической работой с убеждениями. Конечно, она никуда не девается. Мы так или иначе будем выявлять и модифицировать те негативные убеждения, которые есть у наших клиентов. И здесь обращаем внимание на ту фразу, которую Бек сказал о убеждениях, связанных с самоповреждением. Распространенным убеждением он назвал бесполезность, отсутствие контроля, заслуженность тех самых ран или боли, которые человек себе наносит, и отсутствие заботы со стороны других. Такие вот темы предъявлены мышлений наших клиентов. И такой человек начато считает то, что другие люди его отвергают, а будущее безнадежно. Мы здесь можем проследить фрустрацию тех самых социальных и психологических потребностей, о которых мы уже сказали. Ну и вот конкретное убеждение, которое приводится в контексте когнитивной терапии, ориентированное на восстановление, это такие типичные представления о себе. Я ничего не стою, нет контроля, я заслуживаю эту боль. Представление о других, самой фрустрации социальных потребностей, отсутствие заботы, отвержения, отсутствие связи в таком широком смысле с другими людьми. Негативное представление о будущем и такое представление о самом повреждении, или здесь же можно провести аналогию с суицидальными когницами, то, что ничего другое, ничего другого не остается. И есть такое мнимое чувство облегчения, которое замыкает этот цикл и возвращает клиента снова и снова к этим когницам. Ну и выход из этого Аронбек, Пол Грант в когнитивной терапии ориентированного восстановления, предлагают в четырех пунктах. Эти четыре пункта, они являются основой концептуализации этого направления, но я предлагаю в первую очередь это рассмотреть как некий такой удобный алгоритм для работы фактически и на каждой отдельной сессии, и в таком большом цикле терапии или ряда сессий, которые мы проводим с этими клиентами. Эти пункты встраиваются и в нашу работу в терапии ориентированы на потребности, да, и об этом мы тоже говорим. Мы здесь видим такое понятие, как адаптивный режим. В отличие от детства адаптивного режима, это такое состояние мотивационной, когнитивной, эмоциональной поведенческой систем нашего клиента, в которых он чувствует себя, ну, скажем так, на высоте. Да, вот так клиентам обычно понятнее. То есть мы видим, что активизируется положительное убеждение о себе мы видим это в блеске глаз, мы видим в таких простых проявлениях и готовности говорить с нами, готовность открываться терапевту и открываться терапией. Обычно в этот момент значительно повышается. И это является условием для работы с устремлениями, смыслами устремлений. Смысл устремлений для нас – это как раз таки та самая связка с ценностями и потребностями, которые так важны в терапии ориентированы на потребности. Ну, тут также имеет место быть, да, работа с проблемными убеждениями. Мы уже сказали, какие убеждения с проявленными. Мы все знаем разные виды диспута, которые здесь можно использовать. И важно, что мы в конце концов приходим к формированию плана действий. Это верно как для каждой конкретной сессии, да, и здесь имеет смысл думать о плане действий, как о такой самостоятельной работе, так и о плане действий, которые у нас проходят через всю терапию. Ну, и работа с проблемными убеждениями, она всем, коллеги, известна и понятна. О плане действий мы еще поговорим, и я думаю, что эта часть тоже оставляет меньше всего вопросов. Ну, сейчас, может быть, акцентирую внимание на то, как предлагается работать в когнитивной терапии ориентированных установлений именно при, ну, не только, но в том числе при суицидальных когнициях, при когнициях, связанных с самоповреждением. Активизация адаптивного режима – это набор очень странных, казалось бы, с точки зрения такой традиционной классической терапии КПТ. Набор немного странноватых техник и действий. Мы делаем все, чтобы человек почувствовал, что он нам интересен, и мы с ним в контакте. И здесь уместны любые смолтолки, разговор о том, что человеку интересно, и то, что его, ну, так скажем, в кавычках, зажигает. То, что дает ему чувство больше энергичности и компетентности. В большом счете, это все темы, о которых может клиент поговорить, в которых он является экспертом. И мы можем, кроме таких разговоров, включать какие-то видеоролики, говорить о каких-то нюансах, каких-то, например, игр и сериалов, которые человек прямо сейчас использует для развлечения, мы можем спрашивать что-то, спрашивать совета, что, кажется, не всегда применим в некоторых модальных терапиях. Здесь это может быть вполне уместно, если мы говорим о той категории знаний, которая дает нашему клиенту ощущение вовлеченности. И сама по себе активизация адаптивного режима в этом моменте, может быть, не всегда это устойчиво, но в моменте мы говорим о том, что убеждения меняются с негативных к позитивным. По крайней мере, что касается терапевта, что касается терапии, и мы ждем, что этот момент, активизация адаптивного режима поможет нам дальше в сессии и поможет нам изменить отношение не только к терапевту, но и к другим аспектам своей жизни. Но самое главное – изменить я-концепцию, изменить представление о будущем. И один из способов работы с устремлениями и с таким смыслом этих устремлений в терапии, ориентированной на восстановление – это формирование яркого образа будущего. Зачастую вы можете видеть в демонстрациях коллег из института БЭКа, как в любой терапии они могут начать именно с этой техники. И таким образом внедряя этот элемент терапии, ориентированной на восстановление в наши сессии, связанных с любой темой, с любым запросом наших клиентов. Но особенно это важно в тех случаях, когда мы говорим о теме суицидальных и самопорождающих агниций. И мы создаем этот образ, задавая конкретные вопросы. Каким будет мое будущее? Что я смогу сделать? С кем я буду? Что я буду чувствовать? Мы можем поместить клиента в какое-то определенное место, где начинается его день. Как это выглядит? Что вокруг? Где он находится? В какой среде? И так далее. И здесь нам важнее ощущение. То есть это скорее такая экспоненциальная техника. Важен сам опыт проживания этого образа. И важная характеристика этого образа, что он дает чувство облегчения, радости и надежды. Попробуйте это в консультации с этими клиентами. Может быть, как одной из первых интервенций вообще в работе с ним. Ну и мы возвращаемся к работе с потребностями и ценностями. И мы здесь можем проследить связь между когницами и потребностями. И эту связь вы можете устраивать у своих клиентов. И как элемент психообразования. И как такая стартовая точка для дальнейшей работы с этим. Итак, мы видим то, что у этого клиента есть такие амбивалентные когниции. С одной стороны, раз он обратился, предполагаем, что более активная негативная автоматическая мысль. Что уровень дохода снизился. И кажется, сейчас уже какой-то пик доходов пройден. И я не смогу вернуться на прежний уровень дохода. При этом есть адаптивные мысли, которые в какой-то степени противостоят негативным мыслям. И мы можем выявить такие потребности, как потребность безопасности, поддержание картины мира. И такие составные, следующие из этой потребности поддержания картины мира. Потребности, компетентности, стабильности. И также мы можем соотнести это с ценностями, о которых нам говорит клиент. И здесь я отдельно скажу, что нам может быть важно формулировать потребности и в большей степени ценности словами клиента. Ну и конкретная техника, которую мы можем здесь использовать, точнее модифицировать, знакомую нам технику поведенческой активации с помощью знания о потребностях и ценностях человека. Мы можем начать с прояснением потребностей и связанных сфер жизни, с написанием ценностей, а потом целей и устремлений. После этого сам непосредственно элемент поведенческой активации, мы пишем ближайшие действия, с оценкой ожидаемого уровня удовольствия, мастерства или смысла. Здесь необязательно оценивать все три параметра, можно это согласовать с клиентом. Но кажется, что оценка каждого имеет определенное значение. Ну и пятый элемент, который часто упускается, но является ключевым, это соотнесение выполненного действия с ценностью. Если бы мы говорили о работе с убеждением, то это была бы оценка когнитивного сдвига, а здесь мы оцениваем реализацию ценностей. И это для нас не менее важно. Ну и сейчас пройдемся по примерам, как бы это могло выглядеть, для того чтобы коллеги могли это использовать в своей реальной практике, в реальной работе. Сначала мы определяемся с доминами ценностей, которые могут быть сейчас важны. Лучший вариант спросить это у клиента. Есть опросники ценностей, о которых вы, конечно же, знаете, но здесь клиент может выбирать что-то социально значимое или большее, чем есть на самом деле, поэтому опросы, прояснения остаются на первом месте и такими ведущими рекомендуемыми техниками. Далее мы здесь связываем это с потребностями. Мы показываем, что связь со значимыми людьми является той потребностью, с которой вытекает такая ценность, как поддержание поднесенных отношений. И так далее. Ну и здесь после этого в этой сфере мы формулируем конкретную ценность. То есть конкретную ценность в этой сфере. Обычно это проще и удобнее для дальнейшей работы, чем просто сформулировать список ценностей друг за другом. Ну и следующим этапом мы можем формулировать цели устремления. Как вы помните, цели, наверное, более конкретные, могут быть привязаны к конкретной дате. Это чаще всего выглядит как некий проект, состоящий, может быть, из множества шагов, но мы понимаем такую конечную точку, конкретную дату. А устремление больше похоже на мечту, это что-то большое, не привязанное к дате, но тем не менее мы тоже можем разбить это на шаги. И мы видим, что у нас выстраиваются такие цепочки. Есть сфера поддержания отношений, каким или какой я хочу быть. Я хочу быть внимательным, внимательной. И конкретная цель придумать, как регулярное взаимодействие с близкими и поддерживать их. Это действительно можно сделать либо за отдельную встречу, либо дать клиенту план действий между сессиями. И из этого может вырасти такой список шагов, подходящих для этой ситуации. Ну и вы видите, как конкретная ценность рождает ближайшие действия. Мы опираемся на сформулированном на предыдущем этапе целей и устремления и формулируем ближайшие действия. Лучше, если на ближайшую неделю. Спросить близкого человека, как прошел день. Или, может быть, спрашивать каждый раз на протяжении трех дней. Мы, как обычно, определяем, как долго, как часто, когда именно. И все эти параметры важны для того, чтобы это действие стало для клиента более реалистичным. Конечно, если нужно, мы можем обсудить возникающие препятствия, тем самым сделав это действие еще более осуществимым. Но из скобок вы видите те самые параметры. Первый параметр – это уровень удовольствия, второй уровень – мастерства и третий уровень – смысла. Опять-таки, оцениваем все или часть параметров в зависимости от договоренности с клиентом. И то же самое увидите в примерах других сфер. Итак, попробуем сформулировать какие-то рекомендации, которые уже в ближайшее время можно использовать для работы с вашими клиентами. Наши сегодняшние встречи ориентированы на клиентов, у которых есть когницы, связанные с суицидом или самопореждениями. Можно рассматривать материал, который дает терапию ориентированной потребности гораздо шире. Но работа с этой категорией клиентов, пациентов является той областью, в которой терапия ориентированной потребности может помочь в особенной мере. Итак, вы можете, в принципе, начать использовать работу с потребностями и ценностями у этой категории клиентов. Вы можете использовать тот алгоритм когнитивной терапии активного восстановления, который приведен в моем докладе. Ну и также вы можете использовать поведенческую активацию не только на основе проблем, но и на основе ценностей и потребностей. Опять-таки, по конкретному алгоритму, пожалуйста, коллеги, надеюсь, что это будет полезно. Пишите вашу обратную связь, участвуйте в программах ассоциации. Я надеюсь, мы с вами прощаемся ненадолго. И на этом я заканчиваю презентацию, говорю вам до новых встреч. Дмитрий Алексеевич, у вас выключен звук, вас не слышно. Спасибо большое, Эльберт Анзерович. Есть вопросы к вам и вашему докладу. Правда, видимо, это более широкий вопрос, чем даже контекст доклада. Алена спрашивает, какие существуют суицидоопасные философские системы, субкультуры, романтизирующие суицид? И как влияют кумиры, поскольку писатели и прочие, закончившие суицидом на их поклонниках? Согласен. Вопрос такой более широкий. И здесь точно знаю, что это влияние описано. Опять-таки, это можно связать с этой потребностью в связи со значимыми людьми. И кто-то из клиентов создает эти значимые связи с такими подгруппами, которые можно отнести к контркультурам, каким-то, может быть, даже сектам. И это тоже то, что важно диагностировать. Я думаю, что тут, может быть, даже не важны конкретные названия этих организаций и объединений. Сегодня они одни, завтра другие. Сколько важно это спрашивать у клиентов, важно анализировать эту потребность в связи с другими. И через что, через такие сообщества людей эта потребность реализуется. Да, действительно, вот эти связи ценностей и смыслов, и в том числе таких лидеров мнений, которые отражают значимые для людей ценности и смыслы, необходимо и раскрывать, и в том числе такое влияние, которое уход этого значимого человека может оказывать как индукция суицидального мышления, суицидального поведения. Мы знаем такие примеры, в том числе и таких всплесков суицидов, терзания молодого Вертера, известное произведение литературное, которое было даже запрещено, поскольку повлекло за собой целую вспышку таких суицидов. Но это действительно гораздо более широкий контекст. В рамках вашего доклада очень важно заметить вот это влияние того, что мы действительно относим к мировоззрению, философии и такому контексту. И вот в рамках сегодняшнего контекста интересно и любопытно и полезно, наверное, заметить новости, в том числе касающиеся языка. Кембриджский словарь, ну, скорее всего, коллектив, который его составляет и развивает, кембриджский словарь английского языка, назвал глагол «галлюцинировать» словом этого года, 2023-го. И это не просто психиатрический такой термин, а специалисты отметили, что речь идет о значении этого слова, связанное с искусственным интеллектом, и в том числе созданием им, искусственным интеллектом, ложной информации. То есть это такие фейк-ньюс, которые мы замечаем и как такое влияние депрессогенного мышления, как некая пелена, которая окутывает человека в идеях безысходности, безнадежности. И вот сейчас даже в контексте уже таких больших генеративных моделей, больших моделей лингвистических и искусственного интеллекта мы тоже сталкиваемся с подобной проблематикой, которая как раз отражена и в идеях БЭКа о двойной переработке информации в системе убеждений и их влияние на восприятие человека. Вот такая коннотация между сегодняшней новостью про слово года и такого задела, который за век своей жизни БЭК создал, который нам нужно, конечно, и сохранять, и развивать, и продолжение в виде CTR, когнитивной терапии, ориентированного на восстановление. И когнитивно-поведенческой терапии, ориентированной на потребности – это все важные аспекты улучшения качества оказания помощи специалистами помогающей профессии в области ментального здоровья. И спасибо, что вы в своем докладе это все так подробно и качественно отразили. Мы ждем уже в ближайшие выходные старта учной программы обучения терапии ориентированной потребности. И Альберт Назирович, один из преподавателей, который уже провел такой вступительный влог для работы участников этого курса. Спасибо большое. И я прощаюсь с вами. Я рад быть частью этого мероприятия. И действительно, я думаю, мы с вами, с преподавательной ассоциацией, будем делать дальнейшие шаги, чтобы помогать в том числе этой категории пациентов через терапию ориентированной потребности. Это мы здесь продолжаем работу. Спасибо большое. Ну и мы ждем, конечно, вас на следующем нашем и конференции, и конгрессе, в форуме, посвященном юбилею ассоциации, тоже с дальнейшими докладами, сообщениями и информацией по этой актуальной тематике. Спасибо большое. И позвольте перейти к представлению следующего нашего участника, которого мы анонсировали с самого утра на протяжении всего дня. Это Леона Леонидовна Алавердова, волонтер американского фонда превенции суицидов, ведущая группа поддержки для друзей и родственников, людей, погибших от суицида, и автора книги «Пережить утрату близкого человека. Как помочь себе и другим». Еще раз покажу вам эту замечательную книгу. И вот сейчас вы видите ее автора. И будет возможность в такой сессии «Попрос-ответ» получить ответы на ваши вопросы, уважаемые коллеги. И начнем с приветствия. Здравствуйте, уважаемая Леона. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо за то, что пригласили. Я хочу добавить, что эта книга, она в более широком смысле о том, как реагировать, если случается горе, как помочь людям. А вот это более конкретное, что можно сделать, когда сделать уже ничего нельзя. Это была предыдущая книга, которая выпущена. Именно вот про людей, когда у них свершился суицид, то есть в семьях. Ишь, как помогать этим людям, близким людям. И как они себе должны помогать, что им делать. Вот это было, кстати, другое издательство, издательство «Городец», московская предыдущая книга. Она тоже для меня лично очень важна тоже. Так, спасибо. Если можно, еще раз покажите, пожалуйста, обловку, чтобы наши участники могли увидеть. Да. А что можно сделать, когда сделать уже ничего нельзя, она называется. Это именно в помощь семьям, у тех, у которых кто-то погиб. И тоже, ну, там говорится о превенции тоже, но больше, да, факторы виска там. И потом моя личная история больше раскрывается там. Поскольку я, почему я занялась этим делом? Потому что мой брат погиб, покончил с собой 19 лет назад. В декабре, в начале декабря будет 19 лет, как его нет. И уже, ну, больше 10 лет, по крайней мере, на лет 12, я занимаюсь вот помощью людям, у которых погибли близкие. И веду группу поддержки. Также мы участвуем в таких вот как визитах. Визитах на дом раньше было, потом по зуму, звонки по видео, людям, родственникам и друзьям погибших. Потом также вот это вот международный день, международный день Suicide Survival's Lost Day. Вот то, к чему вы собираетесь в ноябре. Это как бы каждая суббота, последняя суббота перед Днем Благодарения. Днем Благодарения это сделали как международный день. И в Америке это отмечается. И мы проводим такой день. Будем как бы большое мероприятие. Будут два больших мероприятия. Одно будет у Бахета. Не в Бруклине. Я буду возглавлять это мероприятие. Буду как модератором этого мероприятия. Будет там человек 40, может быть 30 погибших из семей, где кто-то погиб. Из семей, где кто-то погиб. Или друзей их. И мы проведем вместе полдня. Там целая программа. Это очень интересно. Как вообще мы смотрим документальный фильм где-то полчасовой. Беседуем. В общем, можно много говорить про это. Если конкретно интересует, я расскажу, как это делается. Спасибо большое. Мы помним о предыдущей конференции, где вы подробно рассказывали, показывали фотографии. Очень замечательные такие живые доклады. Очень много откликов мы получили от участников. Поэтому тем, кто хочет, может посмотреть эти доклады в записи. Они есть на сайте. Точнее на канале в Ютьюбе нашей ассоциации. Где Ильяна тоже очень подробно рассказывает о такой, по сути, технологии. О таких возможностях, которые могут помочь родственникам тех, кто потерял своих близких из-за суицида. А сейчас, позвольте, я перейду к вопросам. Первый вопрос. Какой будет структура первой сессии с пережившим суицид близкого человека? Видимо, родственникам или другом. Ну, я хочу в первую очередь оговориться, что я не психолог. Понятие сессия как бы это понятие для психолога-профессионала. Но мы, вот мы, я ставлю себя на место, когда я прихожу к людям. И когда я первый раз с ними встречаюсь впервые в семью, где кто-то погиб от суицида. Значит, основная задача – это слушать, побольше слушать и поменьше говорить. Потому что что нужно человеку? Ему нужно поделиться своим горем. Ему нужно выговориться. Ему нужно рассказать свою историю. И вот это вот дать ему возможность сказать о себе, о своей боли. И понять, это вот как бы active listening. То есть слушать, задавать широкие вопросы. Ну, конкретные вопросы тоже можно задать. Спросить, когда это произошло. Сколько лет было умершему. Есть ли там дети в семье. Можно спросить там. Да, но вот задавать конкретно. Да, можно также необходимо выяснить, был ли этот человек, присутствовал ли он в момент, когда погиб. И видел ли он тело. То есть это для чего нужно знать. Потому что, чтобы понять, может быть, человек потом будет мучиться посттравматическим синдромом. Это и так травмирующее событие – суицид. А если человек еще при нем это совершилось, то это еще дополнительный фактор, который еще ухудшает все дело. Поэтому, чтобы понять, но задавать вот такие вот очень конкретные вопросы, лезть в, что называется, в кишки – это не стоит. Потому что человек может чувствовать себя некомфортно поделиться этим всем. Ему, может быть, и не нужно об этом говорить. Нужно просто, чтобы он рассказал о том, о чем ему говорить комфортно. И быть как можно максимально… Не поучать его, не читать ему лекции, не объяснять, что… Не говорить, что вот я представляю себе, как вы чувствуете. Нет, вы не представляете. Наоборот, сказать, я не представляю, что вы чувствуете. Я не представляю. Вы не можете себе представить то чувство человека в такой момент. То есть вот как бы всячески поддерживать его эмоционально, показывать максимальное сострадание, сочувствие, сопереживание. И не говорить, что, о, все будет хорошо. И не говорить, что, а вот, это Божья воля, так, Господь захотел. Нет, Господь этого не захотел. То есть не нужно это все. Вот эти лишние вещи не нужно. Это только ранит. Кстати, быть максимально осторожными с этими людьми. Спасибо большое. Здесь очень важным и ценным является ваш собственный опыт, потому что вы хорошо помните, как для вас это было в тот период. И как важно подобрать именно подходящее общение, потому что вы правы, что некоторые выражения могут быть неуместными, наоборот, ранить или даже ретравматизировать человека, находящегося в таком особом состоянии. Абсолютно верно, да. И в связи с этим уже у нескольких участников нашего мероприятия есть вопрос, касающийся сложной темы, спорной. Она у нас регулярно дискутируется, дебатируется. Это антисуицидальный контракт. Вот здесь масса есть мнений, в том числе таких полярных. Вот вопрос антисуицидальный контракт, насколько действенная мера в работе психолога с клиентом, имеющим суицидальные намерения. И Екатерина Карпова тоже спрашивает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, использование антисуицидального контракта является ли эффективной интервенцией? Значит, я опять же скажу, что я не психолог, я волонтер. Я никогда никаких контрактов не делала ни с кем. И я не могу говорить за других психологов, и это подсчитывать, и какая-то статистика мне по этому поводу неизвестна. Единственное, что я могу сказать, что, с моей точки зрения, не существует вот такой вот прямо-таки железной уверенности в том, что этот человек не покончит с собой. Даже если контракт, даже если... Потому что они тоже искусные, как бы, не то, что манипуляторы, но они актеры тоже могут быть. Люди, которые как бы решили, что они покончат с собой, они могут притвориться и сказать, все хорошо. Или просто так для психолога сказать, все хорошо, все прекрасно, мне не нужно никак... Уже даже помощь не нужна, я великолепен. Вот не нужно их вот так легко отпускать, потому что, может быть, они уже решили для себя. Поэтому, как говорят, даже в течение трех месяцев после окончания симптомов, все равно вот тогда он освободился, и он уже решил, хватит, не хочу больше возврата к прежнему, лучше я покончу с собой, и эта история уже закончится. У него решимости больше, у него сил больше выполнить свое намерение, поэтому нужно очень осторожно. Не знаю насчет эффективности контрактов, не могу сказать. Существует как бы система безопасности, там как бы договор о безопасности. Моя дочь, кстати, она клиникал СОЖ, и она говорит, я делаю договор о безопасности, что вот случай, если у вас такой-то кризис, куда вы обратитесь, кому вы позвоните, что вы сделаете, вот как бы. Но когда у человека такое состояние, уже, думаю, никакие контракты не удержат. Это мое личное мнение, но не знаю. Спасибо большое. Ну, оно действительно совпадает и с мнениями многих таких психотерапевтических школ, диалектико-поведенческой терапии, когнитивно-поведенческой терапии. Часто подчеркивает, что вот такие контракты, они не работают. Заключив его, есть случаи, кейсы, когда люди все равно заканчивают жизнь суицидом, и они могут только успокаивать терапевта. Вот такая опасность, что он, заключив этот контракт, чувствует, что уже не полдела сделано, но какая-то надежность ложная, иллюзорная появляется. Поэтому вы правы, упомянув такой план безопасности, safety-план, он больше работает в этом отношении, потому что он становится таким алгоритмом, помощником для человека, куда позвонить, кому обратиться. И там он выглядит достаточно просто, а некоторые даже кажутся примитивно. Первый пункт в этом плане может быть погладь кошку или позвони своей подруге. Что кажется вообще не терапией и не относящейся к такой помощи профессиональной, но на самом деле это часть ресурсов человека, часть его опыта, который когда-то пригождался ему, и его нужно собрать в такой план безопасности как раз для максимальной помощи в этой кризисной, острой ситуации. Что в момент аффекта, в момент сложного такого импульса и необходим какой-то набор действий, включая в том числе звонок в службу, звонок своему психиатру, психотерапевту, клиническому психологу или социальному работнику. И что чем шире такая сеть поддержки, тем эффективнее этот план и эффективнее работа по этому плану как алгоритму. Поэтому здесь ваше мнение полностью совпадает и с современным представлением многих психотерапевтов и школ и подходов. Поэтому спасибо вам большое за это пояснение. Есть еще вопрос у анонимного нашего участника, и, к сожалению, он не представился. Леона Леонидовна, подскажите, пожалуйста, в офлайн-работе в США взаимодействуете ли вы с фондами, сопряженными с работой с депрессией? Ну, видимо, имеется в виду какой-то ряд специалистов, которые работают с депрессией, наверное, клинические психологи или врачей-психотерапевты или врачи-психиатры. Есть ли такие фонды, которые бы вы могли перенаправить, к специалистам которых, наверное, вы могли бы перенаправить в офлайн-варианте в Соединенных Штатах? Есть ли такой пример? Значит, я хочу сказать... Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что вот американский фонд превенции суицида, которого я... Волонтером которого я являюсь, он как бы... Он помогает тем, кто пережил суицид близкого, конечно же, но это не его основная задача. Это фонд превенции. Это о чем говорит? Там у них специально направленность на то, как предотвратить, как работать с глубокими депрессантами, которые делают суицидальные попытки, совершают. И я думаю, что вот этот фонд, он широкий такой, его направленность широкая довольно. Он хороший как бы адрес, куда можно обратиться. У них есть в интернете, у них есть тоже подробная информация о том, как что... Не все депрессанты кончают собой, как и не все психически больные кончают, но какая-то часть из них, да, есть часть из них. Вот как угадать, кто из них? Это очень сложно. Идется исследование. Вот этот фонд занимается также широкими исследованиями. Не существует какого-то одного показателя, вот биомаркера какого-то в крови, я не знаю, как-то узнать. Этот человек, он представляет собой суицидальный риск, а этот нет. Но существует как бы совокупность, совокупность разных. Может, я отвечаю уже не на тот вопрос, но я просто хочу сказать... Наверное, еще и вопрос, как обнаружить, человек готов к суициду действительно, в кавычках, он реально хочет покончить с собой, и как тогда помочь ему и поддержать, и перенаправить к нужному специалисту. Да, ну вот это именно я о чем говорю, что как узнать, это очень сложный вопрос. Это обычно выдает себя в разговоре человек. То есть нельзя легко относиться к тому, что человек говорит, я чувствую, что все бесполезно, я чувствую, что у меня нет ничего, никакого будущего, я чувствую, что я только абуза. Это слова, это не просто слова, это слова, выражения. Вот можно осторожно его подвести, спросить его. То есть мы ему не дадим ложные идеи, если мы спросим его, скажи, а ты что, хочешь умереть? Ты думаешь о том, чтобы умереть? Ты думаешь покончить с собой? А потом, если у него план, а если у него, что он конкретно думает? Потому что или это нет у него плана, или просто это так, но это опять же он может скрывать. Поэтому, в общем, нужно обязательно с ним на эту тему поговорить, не бояться разговора откровенного на тему смерти. Вот, это разговор, потом перемены в поведении, это тоже ясный показатель, что вдруг он вчера, вот с моим братом было так, он ходил грустный, мрачный, все-все, потом он вдруг как будто бы успокоился, сказал, все хорошо, я успокоился, и мы поверили, мы ему поверили, на самом деле он просто принял решение, и он покончил с собой. Вот понимаете, это вот именно то самое, это то самое ложное спокойствие, это показуха, который он надел на себя маску снова, и вот это плохо, это плохо, это ужасно, поэтому нужно очень осторожно и пытаться выведать, что на самом деле это перемены поведения означают. И также вот люди, когда вот какое-то рискованное поведение, бывает в пьяном раже, человек легче ему покончить с собой, чем просто на трезвую голову, как бы барьер, поэтому он напивается, и потом он это делает, чтобы переступить, сделать этот последний шаг, поэтому вот такое поведение, эмоции, перемены настроения, вот я уже сказала, и также вот словесно все нужно прислушиваться, что говорит человек. Очень многих специалистов как раз и смущает возможность такой маски и пропустить вот этот важный момент, когда человек все-таки решится, поэтому в этом контексте такой вопрос был заранее уже задан, какие инструменты, как вам кажется, позволяют наиболее точно или максимально возможно определить реальные такие суицидальные риски, на что стоит обратить внимание и вам по вашему опыту, на что кажется важным обращать внимание специалистам? Ну я вам скажу такую вещь, я значит как волонтер, у нас тоже есть такая вот презентация, которую мы делаем, talk saves lives, разговор спасает жизни, то есть люди, которые в суицидальном настрое, они амбивалентны, они с одной стороны хотят погибнуть, с другой стороны они не хотят погибать, значит ваш вопрос заключался в том, чтобы как предотвратить, как постараться остановить, то есть как бы это время и это мотивация. А как определить риски? То есть вот часто специалисты боятся, что они пропустят вот этот момент, когда человек надел маску, и вот какие, на ваш взгляд, такие предикторы или такие моменты, на которые мог бы специалист обратить внимание, чтобы не упустить повышение суицидального риска, какое-то обострение состояния, что вот один из таких ключевых для многих вопросов. Ну, смотрите, вот в этой книге, которую я сказала, «Услышать шаги беду» или «Признаки приближающегося суициду», я там написала целый ряд факторов, которые и на основе своего личного опыта, и на основе того, что вот я прочла в литературе, узнала, ну, значит, я могу сказать, разговоры или угрозы самоубийства надо воспринимать серьезно. Это вот как бы максимум надо запомнить и себе, и всем, что это нельзя от этого отмахнуться, сказать, он просто так говорит, просто чтобы попугать. Мы не знаем, мы человека не знаем до конца, никого, даже самого близкого, как я убедилась на собственном примере, что я своего брата не знала, я себе представить не могла, что он такое сделает, но он сделал. И поэтому мы никогда не можем, не можем никогда, разговоры о том, что нет выхода, надежды, там безрассудно рискованное поведение, беспокойство и гнев, внезапная перемена настроения, штиль перед бурей, как я сказала, зло подременнее алкоголем или наркотиком. И да, еще утрата, еще бывают люди, которые перед суицидом, они отдают свои любимые вещи, почему-то, а мне это уже не нужно, мне это не нужно, я хочу вот это подарить, вот это. То есть это тоже очень странно. В случае с моим братом это было, что вот он компьютер выключил, вдруг перестал, как будто бы отдал свой телефон, а мне не нужен. Я тогда не понимала, почему это, я не понимала смысл этого поведения, пока уже поняла, было уже слишком поздно. То есть эти перемены в поведении, утрата интереса к любимым занятиям, это очень тревожный признак. Но опять же, не существует, как бы был и проф, вот такого вот абсолютно точного показателя. И для психолога это очень, я себе опять же не представляю и представляю, что это ужасно, потерять клиента и чувствовать, опять, то есть человек, который потерял психолог, который потерял клиента, он тоже чувствует, как он потерял близкого человека, он тоже переживает ужасно, потому что это, мало того, что он профессионал, но он человек, и он себя винит, начинает спрашивать, чем я виноват, как я упустил. То есть это вот неизбежно. Я думаю, люди, которые работают с большим количеством больных, депрессантов, и все, неизбежно они будут терять, и неизбежно они будут себя казнить. И все-таки надо себе говорить в таком случае, что все-таки это решение принимали не вы. И это решение этого человека, пусть ложное, трагическое, и это it's not about you. Это не то, что вы в чем-то виноваты. Это то, что человек так чувствовал, такую огромную психологическую боль. Вот мы еще говорим в этом докладе, мы говорим, представьте себе, что самое болевое, самое сильное болевое ощущение, которое у вас когда-либо было. Вот в этом состоянии вы можете дать ясное указание кому-то и говорить, как проехать туда и сюда. Нет, вы думаете, как избавиться от этой боли. Вот человек, он думает о своей боли, ему так больно. Он не думает уже о своих близких, о своем психологе, с которым заключил контракт. Он не думает уже. Он думает о том, чтобы избавиться от этой боли. Поэтому it's not about you. Это не вы в центре этого всего, того, что произошло. Это именно его боль, его мучение. Вот он так избавился от мучений. Сделал такое трагически ложное решение. И в этом контексте как раз есть вопрос, и в том числе даже в одном из докладов у Маргариты Хаджимаровны прозвучало, что когда это вина выжившего, близкого человека, родственника, и когда это злость на того, кто ушел, и когда это обида на того, в кого он ушел. Как с этим справляться? Как вы с этим справились? Как вы можете порекомендовать нашим специалистам работать с этим? С виной, злостью, обидой на суицид как реакцию? Понятно. Значит, чувство вины, вот я уже говорила про это, что это чувство вины, оно неизбежно. Каждый человек настолько бывает потрясен случившимся, что он начинает себя спрашивать, что я мог бы сделать по-другому. Как я, что я упустил, что я пропустил. То есть я, естественно, себя винила. Как сестра я чувствовала, что я провалилась. Как сестра, что я плохая сестра. Что я там, может быть, мне нужно было его спрашивать, может быть, нужно было к нему приставать с вопросами, допытываться, почему, почему, почему. Но потом, и после прошествий стоких лет, и размышлений, и чтения литературы, и беседы с другими, я поняла, что это чувство вины, оно у всех. И что это чувство вины, когда ты понимаешь, что it's not about you. Не потому, что я такая вот плохая сестра, или у меня плохая мать, родители плохие. Или это не насчет нас. Он чувствовал разочарование в себе, он чувствовал глубочайшее унижение, разочарование в собственной своей роли в жизни. Не дотягивал до определенного идеала. Это его ригидность мышления, это его понимание мира. Поэтому в данном случае мы здесь не то, что ни при чем, но мы не могли сыграть той решающей роль, и мы не могли его заменить. Чувство самоуважения, чувство значимости, важности и желания жить. Внушить желание жизни – это практически невозможно. Ну, очень трудно. Очень трудно. Вот, поэтому я думаю, что чувство, что касается чувства вины, что касается чувства гнева, это такое же обоснованное чувство, как чувство вины, и оно такое же распространенное. У меня было не столько гнев, сколько у меня было чувство, вот, как бы, вот нас бросили, нас, вот, вот чувство, что нас бросили, нас бросили, нас отвергли. И вот это вот чувство, меня вы отвергли, вот, нашу заботу отвергли. То есть это чувство, да, это досада такая, вот, как ты мог, как ты мог так уйти. Но, опять же, у лекторов людей это гнев. Именно злость на человека, который совершил, как он посмел, или она. Не подумал о детях, не подумал о том, не подумал о сём. Он, кстати, оставил сына. Ой, брат оставил сына. И у сына был, я как понимаю, гнев на отца тоже за его поступок. Это глубоко травмирующее дело. Ужасно. Но, я думаю, избавляться от этого гнева нужно постепенно, лучше понимая, что было с этим человеком. Понимая, что это не касательно вас это решение, а касательно самого или её самой. И так же, и так же, вот какие-то, пойти выкричаться, выплакаться, написать что-то, написать сердитое письмо, сесть написать сердитое письмо. Вот всё высказать, всю свою злость выразить в этом письме. Сказать, вот я тебя ненавижу, вот ты такой вот негодяй, вот как ты мог там. То есть, не стесняться ни перед кем. С психологом поговорить, пойти к психотерапевту сказать, вот я уже нас назлюсь, не могу, вот что мне делать. Пойти грушу побить, там, я не знаю, в каком-то физическом центре, дать себе физическую разрядку. То есть, гнев – это легитимное вполне чувство. И оно бывает у очень многих. И обида, видимо, точно так же, да? И обида, да. И то есть, нельзя стыдиться, не надо стыдиться этого. Это легитимные человеческие чувства, вполне законные и распространённые. После этого, да. Спасибо большое. Вопрос от Алины Васильевой. Важно ли, она пишет, разделять ответственность человекам в суициде, ну, видимо, совершившего суицид, не впадать в спасательство, либо всё-таки важно спасти? Ну, такой отчасти ритм. Не, ну, конечно, нужно прислушиваться к тому, что этот человек говорит. Как это не впадать в спасательство? Если человек, у него, если из того, что вы слышите, он, предположим, говорит, я держу пистолет у виска, там, я не знаю, надо стараться, там, нужно с ним говорить. И звонит вам по телефону человек. Я хочу там покончить с собой. То, как вы хотите покончить с собой? Что вы хотите сделать? То есть уже не надо ему объяснять о смысле жизни, а надо понять, насколько серьёзна эта угроза. И, я не знаю, звонит в скорую помощь, может быть, сказать, подождите минуточку, я сейчас к вам вернусь. Пойти там позвонить, сказать, что вот по такому-то адресу или там-то находится человек мне звонит по такому-то телефону. И я ожидаю, что вот он может буквально нажать сейчас этот курок пистолета, продолжать этот разговор, чтобы его спасли. Потому что, ну, спасательство – это очень серьёзно. Это мы не можем знать, он покончит с собой или нет. Люди, бывает, угрожают, не окончают, а бывают они вполне серьёзные. То есть каждую угрозу надо воспринимать очень серьёзно. И пытаться узнать, почему эта угроза прозвучала, что он на самом деле хочет покончить, что он для этого хочет сделать. Пусть он расскажет это. Так что, я не знаю, это как бы аксиома. Это как бы аксиома по поводу угроз. Спасибо большое. Ну, да, здесь, видимо, ещё контекст такой, что иногда психолог после завершённого суицида может мучить себя такими сверхтребованиями, гиперответственностью за этот совершённый суицид. Так же, как и близкие могут настаивать на том, что это моя вина и только моя вина. Хотя здесь, конечно, это ответственность и выбор в том числе и человека, хоть и в болезненном, и тяжёлом, и трудном состоянии. Вот здесь тонкий момент, который, конечно, за рамками возможности нашего обсуждения. Поэтому, если позволите, я ещё вопрос задам. Их гораздо больше, чем мы успеем разобрать. Но вопрос уже лично к вам от Настасии Солдатовой. Какие идеи больше всего помогают, поддерживают вас в работе со столь сложной темой, что помогает вам выдерживать столько горя, общаясь как волонтёр со многими родственниками? Вы, конечно, выслушиваете, сталкиваетесь и сопереживаете большому количеству такого горя человеческого. Вот что вам помогает, какие ваши ресурсы поддерживают вас в работе с такой сложной темой? Вы знаете, после того, как это случилось, это через какое-то время я подумала, что это может быть моим делом, как бы моим миссией. Вот помогать именно таким людям. Вначале я сама нуждалась в помощи, я сама посещала несколько игру поддержки. Пошла хотя бы пару-тройку раз. Не то, чтобы я много посещала, читала, узнавала, всё. И постепенно я вот хотела сделать эту группу, хотела. И я как-то не решалась, думала, мне нужен специалист, мне нужен волонтёр, психолог. Но я не нашла такого. И потом я решила, ну что же делать? Ну я сама буду это делать. И меня поддерживает то, что это какое-то одно из направлений смысла моей жизни. Один из смысловых арен... Это не единственный смысл в моей жизни, помогать таким людям. Но это один из смыслов. Один из смыслов. И да, я понимаю, что это тяжело, это негативные, тяжёлые эмоции, всё. Но кому-то надо это делать. Почему не мне это делать? И я, в общем, делаю это. И я не жалею, что я делаю это. Потому что вот... Вчера, например, я получила очень тёплое письмо от одного человека, который... Он англичанин, он жил какое-то время в Америке. Его жена покончила с собой. И он посещал нашу группу по Зуму. В чём это было во время ковида и всё. Не очень активно он участвовал. Он участвовал. И он мне написал такое письмо. Знаете, я сейчас пытаюсь уже отойти от темы суицида. Но ваша группа мне помогла номер один. Вот номер один из всего, что мне помогло, мне помогла ваша группа. Для меня это было как бальзам, понимаете. Для меня это был мой смысл. Ради чего всё это? Вот это важно. Содерживаю. Спасибо большое. Ну, наверное, на этой ноте нам и стоит завершить эту сессию. Потому что это такой важный посыл, ценность, смысл, который вас поддерживает. И который может быть примером для наших специалистов тоже не выгорать, сохранять себя. Для того, чтобы помогать и следующим людям, которые сталкиваются и с горем, и с такой трагедией. И, конечно, находятся в очень сложных состояниях, с очень сложными чувствами. И чтобы иметь возможность выдерживать эти чувства, поддерживать людей, находиться с ними в ВКонтакте, конечно, важно видеть в этом смысл, ценность и свою пользу в этом деле. Спасибо вам. Да, Дмитрий Викторович, да, пожалуйста. Я хотела, вы хотите в чате я напишу свой имейл, и люди, если какие-то вопросы ещё есть, они могут мне задать. Да, можно написать, и я думаю, наша техподдержка это в чат уже разместит, и платформа, и Ютьюба, для того, чтобы люди, которые не успели получить ответ на свои вопросы, есть несколько таких человек. Вот на прямой связи с вами было бы очень ценно, чтобы вы поделились таким богатым опытом за эти многие годы, и работы с фондом, и собственного проживания таких сложных жизненных обстоятельств. Конечно, это очень поможет и поддержит многих наших специалистов, а через них и очень многих людей и в нашей стране, и в других странах. Да, спасибо большое вам за приглашение, очень ценю, и желаю фонду вашей ассоциации успехов всяческих. Всего самого доброго вашим специалистам, всего доброго. Спасибо большое вам, Леонид Леонидовна, и спасибо за многолетнее уже участие, и мы очень рады, что ваши книги выходят на русском языке, для нашей аудитории тоже являются ресурсом и поддержкой, и будем ждать вас на следующих наших мероприятиях. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Уважаемые коллеги, мы подошли к завершению нашего мероприятия, восьмой конференции, посвященной проблеме суицидального поведения. Это традиционная ежегодная конференция суицидологии, актуальные проблемы, вызовы и современные решения. Мы надеемся, что материалы, которые вы услышали, те слайды, которые вы увидели, те идеи, которые постарались донести до вас наши уважаемые эксперты, специалисты, спикеры, преподаватели многих вузов, люди с опытом пригодятся вам в вашей практической работе. И мы ждем вас на других мероприятиях нашей ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. И в следующем году, также в середине ноября, на очередной конференции, посвященной этой актуальной проблематике. Спасибо вам за внимание, за активное участие. Отдельное спасибо всем, кто задавал вопросы. Не все, к сожалению, мы смогли задать, и не все получили на них ответы. Но мы надеемся, что на следующих мероприятиях или в переписке вы сможете получить свои важные для вас ответы. Насколько эксперты смогут предоставить исчерпывающий ответ, мы посмотрим, но будем ждать и новых встреч, на которых вы сможете эти ответы получить. Спасибо, коллеги, и до новых встреч. Продолжение следует...